Продолжение следует... Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан, они всегда являлись теми организаторами, теми помощниками и спонсорами сегодняшнего мероприятия, который будет способствовать, я надеюсь, конструктивному диалогу между бизнесом, бизнес-сообществами, а также властью и также теми экспертами, которые могут участвовать в сегодняшних дискуссиях. Для нас всегда ключевым моментом являлось именно взаимоотношение и тот диалог, который выстраивается между органами власти и предпринимательским сообществом. Поэтому я думаю, что сегодняшний форум будет полезен как для органов власти, поскольку мы получим обратную связь от предпринимательского сообщества на те проблемы и на те вызовы, которые необходимо решать органам власти, для того, чтобы предпринимательское сообщество могло более эффективно развиваться, более эффективно осуществлять свою деятельность, поскольку от действия предпринимателей, от их вклада будет зависеть наша экономика. И те задачи, которые перед нами ставят и национальные проекты, и те задачи, которые ставят перед нами и руководство Российской Федерации, Республики Татарстан, именно та деятельность, которая будет осуществляться, она будет тем подспорьем и той базой, которая будет развивать нашу экономику. Поэтому я думаю, что будут полезные дискуссии, полезные встречи и взаимоотношения, которые здесь наладятся, они позволят эффективно решить те проблемы, которые есть и стоят перед малым и средним бизнесом, и тем самым уже выйти на новую ступень и более эффективно развиваться и получать ту поддержку от государства, которая необходима для малого и среднего бизнеса. Всем огромное спасибо, желаю успехов на форуме и хорошей плодотворной работы. Спасибо. Спасибо большое. И для приветственного слова я приглашаю заместителя и руководителя исполнительного комитета города Казани, Шакирова Ильдара Саидзяновича. Прошу бурные аплодисменты. Наш выпускник. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, начинающие и действующие предприниматели Казани, я с удовольствием приветствую вас всех. Я также приветствую Министерство экономики и КФУ, организаторов сегодняшнего форума, первого в своем роде на базе университета, который собрал в первую очередь студентов и выпускников для обсуждения текущих и насущных проблем предпринимательства. Сегодняшний форум носит символичное название «Бизнес для города». Что такое бизнес для Казани сегодня? Это 81 тысяча предпринимателей, из них 44 тысячи это экономически активные действующие предприятия и 39 тысяч индивидуальных предпринимателей. Все эти активные люди создали 180 тысяч рабочих мест, на сегодняшний день их оборот превышает только за 9 месяцев 300 миллиардов рублей и генерит в городскую казну полтора миллиарда рублей налогов. Я думаю, эти цифры говорят сами за себя и говорят о том, что малый и средний бизнес Казани – это полноправная и развивающаяся отрасль экономики сегодня. Но какие наши дальнейшие планы? Мы, я надеюсь, сообща ставим для себя цель создать такие условия, чтобы к 2030 году малый и средний бизнес был ровно половиной экономикой Казани. И это станет возможно только при том условии, что в реалиях сегодняшнего дня, когда экономика ставит перед нами серьезные вызовы, мы сможем сплотить наши условия, четко скоординировать наши действия. Если мы сможем, мы должны и будем налаживать понятный, прозрачный для обеих сторон диалог. Это станет возможным, если усилия будут прикладывать все участники процесса. В сегодняшней работе я желаю нам всем удачи, плодотворной и интересной работы. Я надеюсь, что каждый вынесет для себя что-то полезного. Спасибо, коллеги. Спасибо большое. Ну и мы находимся с вами в зале Казанского федерального университета. И, безусловно, университет на сегодняшний день играет ключевую роль с точки зрения формирования и развития человеческого капитала. Это очень значимая позиция, и мы наблюдаем, что в мире, там, где есть сильный университет, эта территория развивается. Это является неким таким спусковым крючком. И если мы обратимся к успешным кейсам, то мы можем посмотреть на Китай, где из рыбацкой деревни это превращается в гипер-мегаполис за счет того, что там формируется у нас с нуля практически университет новой формации, университет 3.0. Поэтому приветственное слово я приглашаю проректора по инновационной деятельности Пашина Дмитрия Михайловича на эту сцену с приветственным словом, потому что именно этот человек отвечает у нас в университете за инновационную компоненту. И в том числе готовит буквально важную компетенцию предпринимательскую, социального и технологичного во всем университете. Дмитрий Михайлович, вам слово. Спасибо. Всем добрый день. Мне очень приятно приветствовать вас в стенах нашего Казанского федерального университета, прежде всего наших гостей, наших спикеров, участников сегодняшнего форума, ну и, конечно, вас, наши дорогие студенты, которых я вижу здесь достаточно большое количество. Спасибо. Предпринимаясь от таланта, на самом деле последние исследования, которые были проведены американскими и израильскими ученым, показало, что таланты насилили уже 20% от всей составляющей успеха предпринимателя, а главное – это учиться тому, как быть предпринимателем. Это можно учиться в академических аудиториях, это можно учиться на форумах подобных, проводимых сегодня. И, в общем-то, сегодня прекрасный повод вам, может быть, кому-то впервые, кто-то, может быть, уже продолжает, получить некие знания о том, как стать предпринимателем. И, в общем-то, неважно, какой ветер дул в парус, который принес вас в эту аудиторию, это или ваше личное желание, или вас сюда занесли ваши преподаватели, это уже неважно, потому что вы здесь, и вы уже имеете возможность получить те знания, которые могут кардинально изменить вашу жизнь. Сил прекрасно знаете, так называемый эффект мотылька, когда из совершенно незначимого события может произойти крутое изменение и в жизни, и в политике, и в геополитике. Поэтому, может быть, сегодняшний форум для многих из вас станет поворотным, и вы получите возможность изменить или пересмотреть ваш взгляд на вашу будущую жизнь. Поэтому я хочу пожелать всем, всем вам и всем нам сегодня успешной работы, интересных спикеров, спикерам заинтересованной аудитории, а всем нам удачной работы. Удачи. Спасибо большое, Дмитрий Михайлович. И я на эту сцену с приветственным словом приглашаю директора нашего института, Института управления экономикой и финансов, Наилю Гумерну-Багаудзинова. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, наши выпускники, добрый день, эконом. И мне очень приятно видеть прежде всего здесь наших выпускников. Все люди, которые представляют предпринимательский пол, они закончили в тот или иной год или Казанский государственный университет, или Казанский финансово-экономический институт. Поэтому очень рады вас видеть здесь. И мне бы хотелось обратиться сегодня и к вам за то, что вы пришли к нам, и обратиться прежде всего к студентам. Поэтому, дорогие ребята, пользуйтесь моментом общения и вообще проведения таких форумов. Пользуйтесь моментом оттачивания новых компетенций, которые вам будут очень нужны и необходимы в своей будущей работе, в своей будущей жизни. А так, мы всех приветствуем на форуме. Всем удачи, всем хороших, прежде всего, тренингов, обсуждений, споров. Потому что именно в такой среде рождается та истина, которую мы, может быть, не всегда знаем, но хотим знать. Успехов всем организаторам, прежде всего, Светлане Николаевне, потому что лучше, чем она, спикером не работает никто. Итак, всем удачи, всем удачи и, как всегда, эконом на высоте. Удачи всем. Ну, после таких слов мне нужно что-то обязательно сказать, да. И я предлагаю всем присутствующим в этом зале буквально трехсекундную, да, такую паузу осознанности. Дмитрий Михайлович вам только что пожелал, что неважно, как вы оказались в этой аудитории, это действительно значимая характеристика. Вот задумайтесь, а что я хочу сегодня, то есть сформируйте свой запрос, получить от этой дискуссии. Потому что в 21 веке на нас льется, буквально именно льется, да, огромный поток информации. И зачастую, к сожалению, да, то есть это работает в минус, в большей части она проходит мимо нас. Но когда она не пройдет мимо, когда сформирован запрос, что я хочу, на какой вопрос я хочу ответить, что я хочу получить. А самое главное, я вам пожелала задать этот вопрос, а после того, как этот информационный поток закончится, ответить себе на еще очень важный вопрос. А что я теперь буду делать иначе? Вот конкретно, маленький шаг, он может быть микроскопичным, но он может стать той отправной точкой, которая совершенно изменит вашу жизнь. Аудитория готова к работе? Три секунды. Все настроились? Отлично. Тогда я предлагаю начинать и приглашаю на сцену первого докладчика, главу Московского и Кировского района города Казани, Миронова Сергея Александровича. Приветствую. Добрый день, уважаемые студенты, уважаемые коллеги, представители средств массовой информации. Замечательно интересная тема, тем более, как правило, после слов «поработать» всегда называют мою фамилию. Я не знаю, рок, видимо, такой. Но сегодня мы хотим поговорить о важной для нас теме развития малого и среднего бизнеса, развития предпринимательства. Тем более, тема связана еще и с комфортными условиями в городской среде. И для себя мы определили ряд приоритетов при проведении комплексных ремонтов дворов, капитальных ремонтов домов, при капитальных ремонтах социальных учреждений. И об этом я предлагаю немного поговорить. Так, кликер у нас. Работает. Отлично, заработал. Сейчас, секунду. Что для нас важно? Создать конкурентную среду. И если мы говорим о Кировском и Московском районе, это порядка 250 тысяч населения и очень перспективная территория с точки зрения развития. Ну, во-первых, она находится достаточно близко к центру города, а во-вторых, есть новые районы, которые достаточно стремительно растут. И уже начиная с проектирования района, когда мы разговариваем с застройщиками, мы хотим, чтобы этот район предоставлял максимально гуманную, экологичную и комфортную среду для жителей. Если мы говорим о развитии малого и среднего бизнеса, то это первые этажи, которые должны быть гостеприимными, и за счёт этого будет формироваться, соответственно, и дружелюбная среда в наших районах. Потенциал достаточно высок. Высок и с точки зрения туристических маршрутов. И здесь можно вспомнить географию. Это излюбленная эко-жемчужина нашего города, озёр Лебяжий, которые были реабилитированы. И эко-реабилитация предполагала не только озеленение, сейчас мы заканчиваем и благоустройство этой территории. Соответственно, это и Зелантов монастырь, и храм всех религий, и Адмиралтейская слобода, которая полна интересных историй и интересна для туристов, которые приезжают в Казань. Кроме того, недостаточно сильная конкуренция. Раньше существовало такое предвзятое отношение, что Кировский район – это район с слабой инфраструктурой, но при этом стоит заметить, что этот район находится практически целиком вдоль берега реки Казанки и Волга. И становится интересным и с точки зрения экологического туризма, и с точки зрения строительства нового. Потому что в основном малоэтажное строительство, если взять целиком Адмиралтейскую слободу, то сейчас это кусок, за который будут уже в ближайшее время биться девелоперы. Потому что из любой точки Адмиралтейской слободы через Кировскую дамбу за пять минут можно доехать до центра города. Также большие знаковые предприятия, которые по большому счету вкладывают в налоговую базу города до 40%. Это Оргсинтез, это Пороховой завод, это Химград и так далее. Кроме того, у нас есть интересные промышленные площадки. Одна из них стала участником и в молодежной Бейенале, такая как, например, Сантехприбор. Эта территория или фабрика Аллафузова, они могут пройти реновацию и стать новыми площадками для креативной индустрии и развития предпринимательства. Если посмотреть на слайд, то буквально за последние годы мы отремонтировали порядка 250 домов, 250 дворов, большое количество дорог и социальных объектов. И каждый раз, когда мы затрагивали тему капитального ремонта двора или дома, мы общались с жителями с точки зрения того, чтобы ремонт, во-первых, был адресный, во-вторых, использовали современные технологичные материалы, а в-третьих, мы думали о предпринимателях, которые находятся в этих этажах. Ведь это достаточно большой пул организаций, и капитальный ремонт без их участия он мимо пройти не может, начиная с сетей, заканчивая возможностью для подхода потребителей. И благоустройство территории для нас это достаточно комплексная работа, и нам что важно? Чтобы территория использовалась круглогодично, чтобы территория могла использоваться всеми слоями населения, и, конечно же, была максимально комфортной для всех групп, которым присутствуют. Если посмотреть на пейзаж города, там есть определенный рисунок, есть определенные доминанты в виде зданий, но плотно застроены спальные районы, в основном, тем более застройка 70-х и 80-х годов, это серые непривлекательные здания, и нам очень важно было создать какую-то интересную атмосферу. И здесь мы использовали инструмент как нанесение граффити, привлекали разных молодых художников, и наша задача была из серых зданий, вот, например, там девочка мира, это слева на слайде, это девочка ростом с девятиэтажный дом на заводе Тасма на сером угрюмом здании, которое поливает березу, это стало самым большим граффити и стартом для того, чтобы мы эту работу продолжили. Мы увидели очень хороший отклик от населения и предложение от художников, которые захотели с нами поработать. Ну и в дальнейшем эту тему мы дальше взяли в оборот, и сейчас продолжаем создавать атмосферу уюта. Иногда очень важно, чтобы люди чувствовали дружелюбность территории, чтобы улыбка на лице появилась, или, например, около энергоуниверситета старую тепловую станцию мы изрисовали там вот в экологическом стиле, там две совы, но композиция стала закончена, и мы получили обратно интересный фидбэк, когда на противоположной дороге нарисовали маленького совёнка, и эта тема начала жить новой историей. При подходе к капитальному ремонту дома, ну, во-первых, вы представьте, да, капитальный ремонт в основном пятиэтажек хрущёвок, которые являются большей частью нашего микрорайона, после капитального ремонта, во-первых, стоимость квадратного метра на 10-15% дорожает. Вот, можно обратно, да, презентацию вернуть? Во-вторых, мы устанавливать начали стеклянные двери. Стеклянные двери, как первая входная часть, так и входная часть тамбурная, и вечером, когда возвращаются жители домой, они видят подъезд, они видят, что в нём происходит, соответственно, во-первых, это даёт дополнительное чувство безопасности, а во-вторых, у нас, ну, реально значительно сократилось количество преступлений и правонарушений на территории, где такие ремонты были сделаны, ну, помимо того, что и видеонаблюдение устанавливаем. И когда мы начали устанавливать стеклянные двери, жители говорили, вы занимаетесь ерундой, и вроде бы здесь мы были, ну, в таком противоречии, нам важно слышать жителей и делать, что они просят на жилом фонде. Но здесь мы посоветовались с экспертами и с профессионалами, жители переживали, что эти двери будут разбивать, им придётся за свой счёт их менять. Вот на сегодняшний день более 300 дверей там целиком мы установили, ни одну дверь не разбили, а при этом получили совершенно обратный эффект, жители соседних домов начали просить такие же двери при ремонте, потому что вот это чувство безопасности, оно для жителей очень важно. При благоустройстве дворов, дворов, как я сказал, очень важным нам было, во-первых, сохранить те традиции, которые уже есть на территории, во-вторых, использовать современные материалы и подходы. Вот здесь на картинке вы видите двор Гагарина 105, и это тот редкий случай, когда предприниматель вложил свои деньги. И не потому, что у него рядом есть участок инвестиционной привлекательности, которую он хотел увеличить, просто в рамках совместной работы появилось желание благоустроить территорию, и строитель вложил порядка 12 миллионов своих денег, ну а мы на свои средства отремонтировали освещение и асфальт. И здесь мы отслеживали следующую историю. Это, во-первых, безопасные школьные маршруты, потому что большое количество идёт именно от родителей и детей, что у нас некоторые дворы тёмные, некомфортные. Не только нужно ремонтировать асфальт, но и сделать пространство светлым и удобным для и отдыха, и просто, когда человек использует для трансфера. Кроме того, мы заметили следующую историю. Как только отремонтировался дом, первые этажи, они автоматически тоже ремонтируются, во-первых, ну с точки зрения внутрянки, это там сети, а во-вторых, фасад. И вот как только мы начали эту работу делать, ну, во-первых, интересно там и с нетривиальным подходом, первые этажи начали очень быстро заселяться новыми предпринимателями. И вот здесь пример декабристов 100. Мы двор создавали с единой концепцией, и эта концепция вообще у нас в целом касается всех дворов. Территория добрососедства. Мы говорим о том, что нам нужно разделить потоки и для людей, которые гуляют с собаками, и для тех, кто выходит погулять с детьми, ну и для людей серебряного возраста, которым нужно покой и тишина. Мы учли все эти пожелания, создали и раззонировали двор, и параллельно ремонтируя жилой фонд. Вот пока мы делали ремонт, у нас в доме было там порядка трех сдаваемых в аренду помещений. Все эти помещения были заняты, потому что предприниматели увидели, что, во-первых, двор стал гораздо более оживленным, во-вторых, история добрососедства повлекла за собой отклик от жильцов, большое количество мамочек с детьми. В итоге предприниматели, причем не из Татарстана, девушка приехала с севера, открыла пиццерию, и сейчас мы в Инстаграме часто видим, вот это вот на заднем плане есть стена, из дома, который когда-то был аварийным, его разобрали, и вот из этого кирпича мы сделали стену, где надпись «Двор, территория, добрососедство», ну и, соответственно, ее клиенты выкладывают и говорят, что вот раньше это помещение пустовало, как территория была воссоздана, стало комфортно, все помещения ушли под аренду. Хороший кейс – это комплексное преобразование, реновация всей территории. Понимая, что в аудитории есть студенты, наверное, многие приезжие, есть такая депрессивная ранняя территория, которая является тоже городом Казани, но пригородом. Это поселок Юдино. В поселке Юдино проживает порядка 20-25 тысяч населения, и это некогда ведомственный поселок железнодорожников. И, соответственно, и жилье, и вся социальная инфраструктура была ведомственной. И к 2017 году мы подошли с тем, что поселок праздновал свой вековой юбилей, и необходимо было ремонтировать практически все. И здесь, заручившись поддержкой президента Татарстана, мэра Казани, мы создали комплексную программу, которая в первую очередь была нацелена на изменение инфраструктуры. И буквально за два года мы отремонтировали дороги, жилой фонд, построили новую ледовую арену, поликлинику, открыли офис «Мои документы», и сейчас мы эту работу продолжаем. Ремонтируется дом культуры, стадион и проектируется молодежный центр. Буквально за два года было привлечено порядка полутора миллиардов рублей, и когда эта инфраструктура изменилась, мы, во-первых, получили хороший отклик от населения, во-вторых, активизировалось значительно предпринимательское сообщество. Они начали открывать магазин, активно участвовать в ярмарках, высказывать свои инициативы. Но в первую очередь эти инициативы были связаны с уборкой поселка, с субботниками, с уборкой излюбленного места карьера, но и предпринимательское сообщество значительно активно включилось в эту работу. Также рядом находящаяся площадка Лебяжева, это площадка Сабантуя. Когда мы создавали инфраструктуру, для нас очень важно было, чтобы эту инфраструктуру могли использовать предприниматели круглогодично. Различные общественные организации, спортивные организации. И отремонтировав дороги, проложив новые дороги, получив Майдан с большим количеством мест на трибунах, с освещением и благоустроенной площадкой, мы, конечно, провели там в первую очередь сам праздник Сабантуй, но и сделали площадку, которую могут использовать и предприниматели для мероприятий, и различные общественные организации для проведения мастер-классов и любых мероприятий на открытом воздухе. Ну и сам Сабантуй, это был сейшн для предпринимателей. Соответственно, у нас предприниматели участвовали все бесплатно, для нас было важно качество услуг, которые они предоставляют, и отдельное направление было для самозанятых. Самозанятые представили свою продукцию, активно знакомили жителей районов со своей продукцией и продвигали то, чем они занимаются на территории районов. Определённым изменением в нашей деятельности и социокультурной жизни стало преобразование культурного центра «Московский». Вообще, это первый дом культуры, который был отремонтирован капитально, с самыми современными материалами, технологиями, полностью оснащён необходимым оборудованием. И в этом доме культуры появился первый каворкинг для предпринимателей. Совершенно бесплатное использование возможной техники, копировальной техники, компьютерного оборудования и так далее. Ну и парк, который находится рядом с домом культуры, стал новым местом для появления точек роста для предпринимателей. Сейчас этот парк очень востребованный, большое количество предпринимателей уже поучаствовали в тендерах и аукционах, выиграли эти точки и, соответственно, занимаются бизнесом и наращивают свой потенциал. В этом культурном центре мы провели форум «Бизнес АП» совместно с Билайном. И это было первым мероприятием из дорожной карты, которое появилось в рамках работы стратегической сессии, в которой принял активное участие экономический блок в лице Ильдара Сидзиановича, заместитель руководителя исполнительного комитета, совет по предпринимательству в лице исполняющего обязанности обуцмена по предпринимателям Республики Торстан Венеры Камаловой. И это был первый шаг для того, чтобы начать более плотный диалог с обратной связью. У нас принято так, что мы вроде бы говорим о том, что мы открыты, мы готовы к сотрудничеству, но нужно было конкретные действия положить на бумагу. Мы создали рабочую дорожную карту со всеми мероприятиями, которые туда вошли после стратегической сессии. Стратегическая сессия была с нашими предпринимателями, самозанятыми, крупными предприятиями и, конечно, контрольно-надзорными органами. Нам очень важно было их вовлечь в работу, чтобы они увидели, о каких проблемах говорят предприниматели, чем им мы можем помочь, но и мы со своей стороны, как исполнительная власть, в этом процессе поучаствуем. И была создана рабочая карта. Первое, что сказали предприниматели, нам нужен постоянный диалог. Мы создали телеграм-канал, провели первый деловой завтрак в нашей же администрации и запланировали круглые столы, которые будут в ноябре, на темы, которые их интересуют. И это уже конкретные действия, которые перерастут, я уверен, в эффективную модель взаимодействия с предпринимателями. Появилась отдельная вкладка на странице КЗН сайта мэрии Казани, где можно познакомиться со всей информацией и со всеми мероприятиями, которые мы проводим совместными с предпринимателем и для предпринимателей. Бизнес-завтрак понравился тем, что пришло 80% новых предпринимателей. Круг людей, которые приходят на наши мероприятия, постоянно меняется, и, соответственно, появляются постоянно новые запросы. Во-первых, мы стараемся максимально актуально и быстро отвечать на все эти запросы. А во-вторых, поднимаются темы, которые, как сегодня сказали, может быть, с самого простого элементарного вопроса повлечут за собой очень большие проблемы. Вот сейчас мы столкнулись с такой проблемой, что по правилам дорожного движения мы везде ставим заборы, любимые городские заборы, которые закрывают проезжую часть от тротуаров. Но при этом предприниматели, у которых магазины на первых этажах, они оказались отрезаны от этого дорожного покрытия, от этого дорожного полотна. Соответственно, это значительно снизило поток людей, которые идут к ним в павильоны с цветами, в магазины, и это очень плохо отразилось уже на некоторых объектах. И, соответственно, мы должны выходить с инициативой, чтобы менять это отношение, менять правила игры в установке заборов, ну и, соответственно, менять правила благоустройства. Проблемы… Вот, кстати, этот пример. Вот у нас одна из предпринимательниц, у которой на углу стоял павильон с цветами. Вот, ну, по правилам дорожного движения необходимо было установить забор. Всё, у неё там на первую же неделю на 30% упала выручка. Вот. Сами мы стараемся постоянно тоже меняться. И если из вас… Кто из вас был вообще в администрации района? Поднимите руку. Ну, подняли чиновники, понятно. И студентов никто не был. Ну, вот я вам скажу, да, у нас такой стереотип администрации – это здание советского периода, на первом этаже семь видов стульев, и обязательно с ним встречает охранник с непонятным вопросом, куда вы и зачем вы. Соответственно, мы перезагрузили администрацию, у нас встречают всех, кто приходит в администрацию, наши сотрудники, действующие сотрудники, которые работают в различных отделах, ну, по очереди дежурят на так называемом рецепшене. Это зона гостеприимства, которая предполагает, что человеческие потоки распределяют эти два специалиста. Ну, и, во-первых, какие были плюсы? Сами специалисты, у нас их порядка 42 человек, которые по кругу меняются, значительно выросли в профессиональной деятельности, потому что если ты занимаешься только, например, ЖКХ или потребрынком, тебе в любом случае необходимо было познакомиться со всеми муниципальными услугами, которые предоставляет администрация, начать в этом разбираться. Ну, и, соответственно, мы повысили профессиональное качество наших сотрудников. А, во-вторых, это потянуло за собой ряд изменений, потом мы отремонтировали музей, нашу столовую, которая выглядит как современное кафе, там, музейное пространство. Ну, и создали оперативный штаб и креативное пространство для того, чтобы в оперативном штабе мы отслеживаем всё, что происходит в районе и выводится на большой экран с камер. А креативное пространство – это чтобы покреативить самим, без галстуков, и предоставляем это помещение также для ребят, общественных организаций, студентов, архитекторов, которые приходят к нам вместе поработать. Это был последний слайд, и я хочу выразить слова благодарности организаторам этого форума. Тема актуальна и интересна, и я очень надеюсь, что из присутствующих ребят, из присутствующих предпринимателей появятся те люди, которые организуют свой бизнес и в Кировском, и в Московском районе, будут повышать и экономику, и индекс капучино, и создавать рабочие места, и в целом реализуются и реализуют свой потенциал. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Сергей Александрович. Давайте все договоримся. Если у кого-то возникают вопросы, то после выступления спикера мы можем их в свободном формате задавать, потому что действительно для назначенного именно конструктивная дискуссия. Поэтому предлагаю всем готовить вопросы. Ну а сейчас я... Да, есть вопросы? Так, после доклада, да? То есть у меня тоже есть вопросы, да, поэтому мы присоединились. А сейчас я на сцену приглашаю в продолжение темы развития пространств, потому что, как мы слышим, от лица того, кто реализует политику непосредственно на местах, насколько важно создавать условия, и тогда бизнес начинает подтягиваться. Я приглашаю на сцену Леонтьеву Марию, координатора Центра прикладной урбанистики, которая нам расскажет о концепции устойчивого развития именно с точки зрения ее применимости на нашей территории. Мария, вам слово. Добрый всем день. Здорово вас видеть. Я расскажу о концепции устойчивого развития исторического поселения Казань, о разделе, который занимается как раз поиском идентичности, уникальности территории, что имеет непосредственно отношение к человеческому капиталу, инвестиционной привлекательности и так далее. Что-то не включается никак в презентацию. Пока она включается, я буду говорить вводное слово. Это работа, концепция устойчивого развития исторического поселения Казань, инициирован президентом республики и находится под руководством мэра города, Эльсура Рейсовича Медшина. Это большая очень проектная группа, в которой стоят архитекторы, социологи, юристы, градостроители, культурологи и многие другие люди. Запрос на эту работу возник вот в связи с чем. Почти у всех городов, в которых есть история, есть историческое наследие. Чаще всего, в первую очередь, мы представляем памятники и дома, на которых есть памятные таблички. Те места, где в городе сосредоточено большое количество исторического наследия и археологического наследия, нужно защищать особенным образом. И правила их застройки и развития должны быть определенными с тем, чтобы сохранять и развивать этот потенциал, а не разрушать его. И в 2017 году в Казани был принят документ. Это, собственно, статус исторического поселения Казань, который регламентируется законом о наследии. И довольно скоро стало понятно, что те регламенты, которые есть в этом статусе, какой высоты можно строить здание, какого объема должны быть эти здания, вступают в противоречие с естественной необходимостью города в развитии, потому что наше историческое поселение – это 5% в центральной части города, это весь Вахитовский район, немного Приволжского района и как раз Кировский район в части Адмиралтейской слободы, Пороховой и Ягодной слободы. Вот это противоречие между тем, что это административный, торговый, сакральный, спортивный и многие другие центры, а еще и исторический центр, привело к тому, что на данный момент каждый проект застройки центра проходит три этапа согласований. Это комиссия при главном архитекторе, комиссия при мэрии, комиссия при президенте города. Вы понимаете, что это очень длинный цикл согласований, часто проекты возвращаются обратно. И запрос на эту работу – это запрос на аргументы к системе принятия решений по тому, как должен развиваться исторический центр. Запросов было два. Нужно было сформировать видение того, что такое историческое наследие, исторический центр, и второе – нужно было сформировать правила взаимодействия стейкхолдеров между собой. И, собственно, вопрос заключается в том, как из этой абстрактной категории ценностей, нематериального наследия и материального наследия перейти к ценностям практическим. Как это все будет работать и какое это имеет отношение к реальности. Первый ответ на вопрос – что такое идентичность города и зачем она нужна? Очень давно обсуждается то, что такое дух места, почему в одни города исторические мы любим приезжать, нам нравится в них атмосфера, нам нравится в них тратить деньги на какие-то сервисы, отдыхать в них, может быть, инвестировать в них. А другие города совершенно неотличимы от соседних, как бывает часто, например, в Центральной России. Это вопрос о том, каково своеобразие города. Об этом мы размышляли давно ЮНЕСКО, и говорится о том, что на самом деле город отличает не столько какие-то старые дома, которые в нем сохранились, даже если это прекрасные сооружения, вроде Казанского Кремля, но их отличает то, какой опыт есть у территории, какие смыслы его наполняют и какая типичная деятельность, уклады сложились на его территории. Вот это очень простая модель из трех кругляшочков, посмотреть на нее внимательно, это наша модель, предположение, из чего же собирается дух города. Это опыт, который есть на территории, события, которые случились и как-то изменили город. Это деятельность, что на территории производится, делается и так далее. И последнее – это ландшафт. Как меняется архитектурный или природный ландшафт? Очень просто это понять на примере Казанского университета. Как мы знаем, он был основан в 1804 году, третий университет в России. Что происходит с Казани тогда? В ландшафте появляется здание университетского кампуса, и это сравнимое по масштабам с Казанским Кремлем здание. Оно стоит на холме, величественное белое. Приезжают ученые, немцы, которые начинают здесь формировать совершенно новые научные школы. И, что немаловажно, впервые появляется связь университета и производств. То, о чем сейчас говорится, когда говорится о третьей промышленной революции, о связи университета и производств, когда бизнес сам должен заказывать себе будущие кадры. И что касается опыта, у Казани появляется опыт такого международного взаимодействия. Это доказывает влияние на весь город в целом. И нам было важно понять, какие же события отмечают Казань. Мы поняли, что в основном, вот вы видите этот график, на нем момент основания Казани, современный момент, такой таймлайн. Мы видим, что всего есть семь отличительных черт Казани. Казань всегда была физической и нефизической границей, Казань всегда была центром. Казань, что важно сейчас в этом форуме нам для вдохновения, есть опыт Казани в первую очередь в том, чтобы быть столицей. Столица – это не то же самое, что центр, столица – это место, где производятся новые идеи. Казань не только генерирует эти идеи, но еще умеет притворять их в конкретные продукты, что, например, видно на примере федеративного договора и конституции, которая разрабатывалась в 90-х годах и так далее. И очень важно здесь, что Казань в силу своей такой мультикультурности и мультиконфессиональности и опытных одеждений на совершенно разных пересечениях, как торговая точка, выступает всегда… С одной стороны, признает право других отличаться от себя и быть иным. При этом можно действовать совместно, но можно действовать и поразон. И что очень важно, Казань – это такой некоторый чак-чак. Он может быть в круглой квадратной треугольной упаковке в шоколаде или без, но тем не менее он остается собой. Мы знаем много городов, которые со вступлением в Российскую империю потеряли собственное лицо рано или поздно. Из этого следуют некоторые ценности. Я пролистаю это быстро и перейду к конкретике. Ценности – это то, какие уникальные качества есть у города, почему город поступает так или иначе. Мы анализировали это на протяжении почти тысячелетнего отрезка и поняли, что всегда Казань следует с таким вот принципом. И когда она следует им, как правило, она более социально-экономически успешна. Казань умеет принимать инаковость другого, не смешиваться с ним, не принимать его правила, не навязывать свои, но действовать вместе. И Казань умеет, с одной стороны, в нужный момент быть опорой для государства в случае войны или в случае политического кризиса, но умеет и предлагать новое. Казань – новатор. Это видно, например, потому, что у нас третий университет в России, что у нас один из первых городов на постсоветском пространстве в Татарстане, рядом с Казанью и так далее. И из этого следует то, что Казань в целом умеет ошибаться и умеет признавать свои ошибки. Правда, иногда не сразу, но тем не менее. И как мы видим, по последним событиям, начиная с тысячелетия, Казань становится мировым городом и умеет действовать и в мировом масштабе, и в локальном. Это очень важно. Это означает гибкость и умение работать в разных условиях. И при этом как центру Казани очень важна устойчивость. Оставаться устойчивой, но при этом сохранять свою культуру и свои ценности в разных сложных условиях. Это пока набор слов очень важных ценностей. Нам хочется понять в дальнейшем этапе исследования, это была только первая часть, о том, как эти ценности разделяются или не разделяются современными деятелями, в частности, предпринимателями в Казани. Как основывается их деятельность? И как это связано с землей? Как это связано с прикладными вещами? Нас об этом все время спрашивают архитекторы в нашей работе. На вот этих слайдах, которые я сейчас быстро пролистаю, вы можете увидеть, как развивается территория исторического поселения Казань, как вот эти опыты быть границей, центром, промышленным центром, производить новые идеи, инициировать новые продукты и остается самой собой, переключается. Вот, например, смотрите, это дорегулярный план Казани 1774 года. А вот это регулярный план Казани, видите, изменилась планировка. Это пришло просвещение, появляется университет, и появляется первый регулярный план, что закладывает совершенно иные типы деятельности в центре. И вот следующий кадр, когда Волжское водохранилище, Куйбышевское водохранилище затапливает часть территорий, и при этом производит еще большее усиление промышленного просветительского кода. Вот это современный этап, это территория исторического поселения, ее границы вы видите на карте. И мы видим, что сейчас у Казани ключевыми опытами является включение такой соревновательности, столичности, как производство новых идей. И вызов, на самом деле, ключевой, который сейчас есть у города, как мы можем сказать, на основании исследования, фокус-группы, экспертной работы, в том, что Казань достигла формального статуса мирового города. У нас проводятся мировые чемпионаты, world skills и так далее. Запрос, который есть у города, направить этот вектор на качество городской среды, качество отношений, качество экономики в городе, сделать плотность социально-экономических связей в историческом поселении достойной мировых исторических городов. И второй запрос заключается в том, чтобы интегрировать природные территории, ландшафты. Вот, например, эта территория пляжа Локомотив и Казанки, Волги и Казанки открыть берега для горожан, так же, как и сохранить естественные ландшафты. Хорошо. Это был рассказ о том, как это своеобразие выражается в пространстве. Это интересно архитекторам. Возможно, вам, как предпринимателям, или будущим предпринимателям, интереснее в том, выражается ли как-то это своеобразие в том, что делается на территории исторического центра. Поскольку есть предположение о том, что своеобразие города выражается как раз в том, насколько традиционные сложившиеся здесь уклады, типы деятельности, своеобразие деятельности отображаются в экономических, в том числе, сценариях. Посмотрите, вот это карта сценариев и укладов на конец XIX – начало XX века. Вы видите их плотность. И здесь порядка 16 сценариев. Это административные, туристические, транзитные, торговые, жилые, производственные, образовательные и прочие коды. Эта карта составлена совместно с архитекторами и историками. После этого мы взяли схожие типы деятельности в креативных индустриях. На этой же территории провели анализ с помощью бигдаты, открытых данных в городском ГИСе, Дубль ГИСе и OpenStreetMap. И у нас получилась вот такая карта. Это плотность креативных индустрий на территории исторического центра. Это инжиниринг, архитектурное проектирование, сервис в области еды, ночные клубы, творческие пространства, барбершопы и другие сферы услуг, авторские музеи, мастерские и так далее. Вот мы видим, как они сосредоточены. Можно увидеть, например, кластеры еды, расположенные вдоль улицы Университетской. Можно увидеть, как иссякает всякий сервис и развлекательные мероприятия ближе к Федосеевской набережной и Казанскому Кремлю. И как пустит все ближе к Новотатарской слободе, вон там внизу. А вот эта карта показывает, как совмещаются исторические типы деятельности и современные. Вы видите три цвета – зеленый, желтый и красный. Там, где зеленые цвета, типы деятельности остались такими же, какими они были исторически. Желтые – это те, где добавились новые типы деятельности. Например, чуть дальше будет подробная карта, где вы увидите, что я имею в виду. И красные территории – это территории, где полностью уничтожена историческая архитектурная среда и совершенно изменились типы деятельности. Там больше нет тех бизнесов или тех деятельностей, которые там располагались. Но первый пример классический – это университет. Университет стоит на своем месте, слава богу, студенты в нем также учатся. Сервисы усложнились, но в целом все осталось так же, как и было. Второй пример – это улица Парижской коммуны от Синой мечети до улицы Тукая. Есть мечеть, есть чайные, есть мусульманские лавки, есть мадресе. И все это работает в целом так же, как в конце XIX века с поправкой на новые реалии. Второй пример – это пример Суконной Слободы, где среда уничтожена полностью, уничтожены несколько сотен средовых объектов. И вообще на территории Суконной Слободы осталось шесть исторических зданий. Это очень близко, вот IT-парк узнаваем для вас, я думаю. С другой стороны, главными типами деятельностей в Слободе было то суконное производство и храмы, которые там располагались. Вместо суконной мануфактуры на этом же самом месте теперь находится IT-парк, где производятся креативные продукты, а не сукно, но производство как тип деятельности в целом сохранено, просто в постиндустриальной обертке. И снова работает храм. Он делает тоже некоторые креативные события, например, городские фестивали. И третий режим – это, например, вот состояние площади Тысячелетия под Кремлем. Кремль стоит на своем месте, но живого посада, где есть жилые дома, где есть торговые лавки, где идет бурная жизнь, переводчики, извозчики и так далее, больше нет. Только вот дорога стала получше, как мы видим, а полностью изменилось все, что происходит. Какое это имеет отношение к вам? Очень часто, когда инвесторы или предприниматели хотят арендовать помещение в центре или строить что-нибудь в центре, у них есть вопросы о том, что там нужно расположить. И эта работа нужна для того, чтобы предложить, какие социально-экономические, исторические, культурные функции могут здесь располагаться, рекомендовать, какие типы бизнеса могут быть здесь открыты. С одной стороны, и с другой стороны, рассказать о том, какие негативные коды есть у территории, что важно понимать в маркетинге. Есть печальный пример, который здесь очень ярко все иллюстрирует. Это ситуация с пожаром, где погибли люди в баре Лепрекон. Это был, наверное, год 2007-2008, да? Это, возможно, для вас неизвестная история, поскольку вы помоложе, но тем не менее. Так или иначе, это бар, в котором случилось возгорание, и погибло четверо человек. А через полтора года после этой трагедии прямо в этом самом подвале некоторый приезжий человек открыл шашлычную под названием «Шашлык Хана». Она довольно быстро закрылась, и неудивительно почему, правда? Потому что история этого места такова, что вряд ли казанец придет туда есть шашлыки. И эта работа нужна нам для того, чтобы предложить для каждого участка в историческом центре города рекомендации по функциям, и таким образом сузить и конкретизировать проектные предложения, которые могут быть как у архитекторов, так и у маркетологов. И также для того, чтобы на основе вот этого анализа предполагать, какие у вас есть соседи, и каков в целом сценарий этой улицы, что на ней может происходить, и чего на ней происходить не может. В этом смысле очень характерный пример. Это улицы Баумные профсоюзные, расположенные меньше, чем в полукилометре друг от друга, с совершенно разными сценариями, разной экономикой, разной средой и так далее. В результате мы предлагаем в рамках этой большой работы по тому, как должен управляться развитие исторического центра, согласовывать проекты развития конкретных участков с теми стейкхолдерами, которые находятся на территории, и которые имеют планы по развитию этой территории. А также рекомендуем учитывать те историко-культурные коды, которые проявляются. В первую очередь для того, чтобы способствовать развитию креативных творческих индустрий и усложнять человеческий капитал, набор человеческого капитала, и, во-вторых, для того, чтобы сохранять своеобразие исторического поселения. Вот это мои любимые интересные картинки, сделанные, кстати, благодаря сотрудничеству с кафедрой госмуниципального управления. Это ментальное картирование, это анкеты, которые лежали в центре города, может быть, вы их тоже заполняли. Горожане тремя разными цветами обозначали свое эмоциональное отношение к центру. Зеленым – то, что вдохновляет людей, красным – то, что они считают опасным, и оранжевым – то, что нуждается во внимании. Это вот сводная таблица, у каждого квартала есть индекс. Это, на самом деле, могла бы быть тепловая карта. Это посчитано в ГИСах и математическая модель построена. Мы видим, что в целом эта карта подозрительно совпадает с картой сохранности или несохранности укладов. Красные территории – это все те же самые территории, в которых уничтожена всякая среда и уничтожена почти всякая деятельность. Зеленые – это территории, которые активно развиваются, и где сохранилось или частично сохранилось то же самое по укладам. Желтые территории – это самые такие интересные территории. И к ним нужны три разных подхода в проектировании. Зеленые – это там, где можно изучать успешные практики. Желтые – это там, где необходимо регулировать. Красные – это территории, которые нуждаются в проектировании. Вот это вот просто карта, которая показывает, как по-разному люди воспринимают вдохновляющие места в 20, 35, 45 лет. Это зависит от того, как люди пользуются территорией и как они бывают. И места опасности для них тоже разные. Это важно понимать, чтобы понимать, для какой аудитории открывается бизнес или какой-то сервис. И это исследование ментальных карт нужно было нам для того, чтобы понимать в масштабе человека, не в масштабе историко-культурного анализа. Как люди ощущают своеобразие города и как на эмоциональном уровне, где им приятно быть, а где нет. Потому что есть поразительные вещи, например, территория пляжа Локомотив по Волге. Часто горожанами отмечается всеми тремя цветами сразу. Нам там нравится, нам там опасно, и мы хотим, чтобы это место было благоустроено. Потому что люди тянутся к воде. Или, например, вот интересно, что для молодых людей опасна вот эта территория улицы, подложенная под миллениумом, в то время как у остальных она отсутствует. Возможно, они там не гуляют или не бывают. Так или иначе, от того, как эмоционально воспринимается территория, тоже важно, что мы собираемся анализировать. Какая в этом во всем польза вам? Польза здесь в том, что это исследование направлено в своем следующем этапе на то, чтобы сформировать комфортные и удобные правила взаимодействия групп интересов в историческом центре. Что интересно горожанам, что интересно жителям центра, что интересно туристам, что интересно арендаторам, что интересно малому и среднему бизнесу, крупному бизнесу и девелоперам. Мы планируем на следующем этапе спроектировать после тщательного изучения, кто живет в центре, сколько и чем они занимаются, какими они занимаются видами деятельности, какие у них есть практики, как устроено их взаимодействие с городской администрацией друг с другом. Совместно с ними через серию проектных семинаров спроектировать регламенты взаимодействия для того, чтобы жить в центре стало всем проще. Все мы помним скандалы, связанные с тем, что арендатор в какой-то не тот цвет покрасил фасад здания в исторической части города, и СМИ ополчились на него, но информации о том, в какой цвет можно было красить фасад, у него не было. И мы знаем отдельные примеры, когда наоборот, как музей Чак-Чака, который сегодня будет рассказывать, это креативный бизнес, который воссоздает вокруг себя среду, находится на своем месте и при этом успешно. И отвечая на вопрос Светланы Николаевны о том, зачем я здесь и что я буду делать с этим дальше, я бы хотела пригласить всех желающих здесь предпринимателей и студентов к совместному участию в дальнейшей части проекта, посвященной исследованию стейкхолдеров исторического поселения Казань и проектированию регламентов их взаимодействия. Если это вам профессионально интересно, мы будем рады посотрудничать. Большое спасибо. Мария, спасибо большое. Действительно, это очень значимо, формирование сообщества. Ну, мы поговорили с вами о реализации, поговорили об урбанистике, и теперь я перекидываю веточку и приглашаю на сцену Хасанова Рустема, чтобы позайти с точки зрения нормотворчества. Встречаем Хасанов Рустем, депутат Государственного Совета Республики Татарстан, руководитель фонда «День добрых дел». И послушаем про социальное предпринимательство. У него очень такая креативная, инновационная тема. Здравствуйте. Большое спасибо всем, кто пришел, особенно товарищам с последних рядов, которые героически не спят. Держите еще час-полтора, не больше. А сразу вопрос, практики есть в зале? Те, у кого есть собственный бизнес, хоть какой-то. Ну, элементарно продажа пирожков через Инстаграм, как-то пять рук на такой большой зал, не стесняйтесь, вот, уже больше. А чему бизнесу больше трех лет? Вот, уже меньше половины, да? Как обычно, есть две новости, хорошая и плохая. Плохая новость, новый только что открывшийся бизнес в большинстве случаев не переживает порог в трех лет. Хорошая новость, шансы выжить, вырасти и стать чем-то намного большим есть у любой интересной бизнес-модели. Для того, чтобы бизнес получился, нужно всего, к большому счету, четыре составляющих. Это упорство, воля к победе, это, как в самом начале было сказано, 20% таланта. Это небольшая толика везения и знание некоторых лайфхаков. Вот об этих самых лайфхаках мы сейчас поговорим. Социальное предпринимательство – революция, которая осталась незамеченной. Долго думали над тем, как назвать доклад, остановились именно на этой формулировке. Почему незамеченной? Потому что принятие этим летом в Российской Федерации ряда очень серьезных поправок к законодательству, которые регулируют господдержку малого и среднего бизнеса, прошло, по большому счету, незамеченным. Не было никакой шумихи в прессе, в отличие от закона о повышении пенсионного возраста. Не было новостей, не было больших сюжетов на первых каналах. Однако это действительно революция. Впервые в истории современной российской экономики принимаются серьезные кардинальные решения, которые весь уровень малого и среднего бизнеса, в прямом смысле слова, могут перевернуть с ног на голову. То есть отдельно взятым бизнес-моделям будут даны огромные серьезные конкурентные преимущества. Почему это является лайфхаком для вас? Все эти опции, как пишут в буклетах о продаже услуг сотовой связи, на территории Российской Федерации впервые станут доступны с апреля 2021 года. Итоговый перечень этих опций пока еще не ясен. Но если кто-то сейчас задумывается о том, чтобы создавать какой-то свой собственный бизнес или только начинает его развивать, пожалуйста, обратите внимание и нафотографируйте все эти шесть слайдов, которые будут дальше. Там расписан перечень критериев и характеристик, при соблюдении которых ваш бизнес может рассчитывать на очень серьезные меры государственной поддержки. Таких мер, таким субъектом предпринимательства в Российской Федерации не оказывалось еще никогда. Для начала буквально пара слов о базовой логике этого закона. Почему я так уверенно об этом говорю? Я вхожу в экспертный совет Государственной Думы Российской Федерации и принимаю непосредственное участие в разработке двух самых важных разделов. Что мы относим к социальной предпринимательской деятельности и какие именно меры поддержки социальные предприниматели у нас должны получать. Ни для кого не секрет, что ряд острых социальных вопросов у нас государство пытается решать. Ни для кого не секрет, что в государстве это получается, будем объективны, не всегда хорошо. В стране всегда были, всегда будут, скорее всего, такие вопросы, как трудоустройство и социализация инвалидов, материальная и прочая помощь детям из многодетных семей, родителям, воспитывающим детей из многодетных семей. Сейчас у нас появилась новая проблема трудоустройства лиц предпенсионного возраста и прочее, прочее, прочее. Так вот, есть достаточно интересное в правовом смысле слова инновационное организационное решение создать льготные, практически тепличные условия для тех бизнес-структур, которые эти вопросы решают. Так, отлично. Что такое социальное предпринимательство? Это предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей. Что это значит? Есть предпринимательская деятельность, которая направлена на достижение индивидуально полезной цели, зарабатывания для вас денег. Есть деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей. Когда ваш бизнес решает какие-то вопросы помимо ваших личных, это проще понять на простых конкретных примерах. Обратите внимание, есть специальные категории граждан, которые относятся у нас к социально незащищённым субъектам. Это те же предпенсионный возраст, лица с ограниченными возможностями здоровья и так далее. Дальше перечим будет. Если больше половины штата у вас – это представители этих специальных категорий, и фонд оплаты труда составляет не менее 25%, вы можете претендовать на статус социального предпринимателя. Если вы продаёте товары, произведённые те же тортики через Инстаграм представителями этих социально незащищённых категорий населения, вы можете получить статус социального предпринимателя. Если вы сами производите какие-то товары, ориентированные на потребление представителями этих социальных категорий, вы также можете получить статус социального предпринимателя, например, инвалидные коляски. Кому интересно, я не буду долго задерживать ваше внимание, сфотографируйте это. Кому очень интересно, текст закона уже давным-давно опубликован, закон вступил в силу, по крайней мере, в той его части, которая фиксирует само понятие социальной предпринимательской деятельности и категории, по которым предприниматели могут быть к этой категории отнесены. И, соответственно, направления деятельности, в которых эти меры поддержки оказываются. Не буду их перечитывать, желающие также сфотографируют, ознакомятся потом. Опять же, озвучу базовую логику. Все мы прекрасно знаем о деятельности благотворительных фондов. Я являюсь руководителем одного из благотворительных фондов. Так или иначе, благотворительные организации собирают деньги на оплаты товаров или оплаты оказания услуг тем категориям нуждающихся в этих товарах и услугах, которым эти товары и услуги не по карману. Так вот, тем предпринимателям, которые эти товары и услуги оказывают с особым подходом к организации своих бизнес-механизмов, государство у нас также готово оказывать поддержку и формировать определенные льготные условия. Кому непонятно, также записывайте с удовольствием, объясню чуть подробнее, что нужно сделать для того, чтобы понять, относится ли ваш бизнес или та бизнес-модель, которую вы задумали, к перспективному социальному предпринимательству, и каким образом вы можете рассчитывать на меры поддержки. А самое главное, какими могут быть эти меры поддержки. Вот этот последний пункт, он всегда самый интересный. По состоянию на сегодня вопрос этот пока еще находится без ответа. Ближайшее заседание экспертного совета Государственной Думы на эту тему состоится в декабре, но меры поддержки на нем обсуждаются самые разные. От льготного доступа, в том числе безвозмездного, к муниципальному имуществу до, возможно, приоритетного доступа к средствам государственного заказа. Вот это уже те, кто в бизнесе хотя бы не первый год, понимают, это уже очень и очень серьезно. 20 апреля 2020 года в Российской Федерации должен быть сформирован первый реестр социальных предпринимателей. Эти организации должны пройти определенную процедуру регистрации, после внесения в этот реестр уже претендовать на те меры поддержки, которые, скорее всего, у нас будут приняты и опубликованы до конца года. Для того, чтобы понять, как работает этот механизм, как пройти эту регистрацию, здесь, в Казани, вы можете обратиться в две структуры. Это автономная некоммерческая организация «Добрая Казань», которая оказывает безвозмездно консультационные услуги, в том числе по вопросу социального предпринимательства, либо в Центр инноваций в социальной сфере, также структура достаточно известная. А вот для того, чтобы меры поддержки социальных предпринимателей были максимально широкими, охватывали все возможные сегменты вашей деятельности, мы ждем ваших предложений. Вопрос мер поддержки пока еще открыт, готовы к обсуждению, готовы услышать ваши пожелания. У меня все, спасибо. Спасибо большое, спасибо за вашу открытость. Скажите, пожалуйста, а вот с вашей точки зрения социальное предпринимательство, да, то есть бытуют две трактовки, такой максимально широкой, что можно все отнести к социальному предпринимательству, да, то есть включая, если мы оказываем образовательную услугу, это тоже социальное предпринимательство. А бывает более узкая трактовка? Вот вы для себя с точки зрения задач, как ее видите, да? Вот здесь вот еще раз, да, перечень видов деятельности, отдельные виды того, что можно отнести к образовательной деятельности, относятся к моему пониманию, каково. Мы сейчас говорим о норме закона, говорим о букве закона. Буквально не могут быть отнесены к субъектам социального предпринимательства организации, которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Это обороты выше определенных параметров и количество работников выше определенных параметров. Также не могут быть отнесены организации, которые занимаются добычей полезных ископаемых и торговлей под акцизными товарами. То есть небольшой павильон возле жилого дома, продающий алкоголь, социальным предпринимателем не будет. Моё мнение следующее. Это действительно не имеющая пока ещё аналогов модель классификации субъектов экономической деятельности, то есть это не отраслевая привязка, это не привязка к экономике, не привязка к оборотам. Это привязка к социальному воздействию, к тому, как этот бизнес-механизм сам по себе просто в силу особенностей своего устройства и факта своего существования влияет на общество, влияет на жизнь людей вокруг. То есть бизнес может не только приносить деньги своему владельцу, бизнес он сам по себе может в качестве побочного эффекта генерировать решение проблем неограниченного круга людей. Вот именно это и является, на мой взгляд, социальное предпринимательство. Спасибо большое, Рустен. Спасибо вам. Спасибо за важную информацию. Ну и теперь у нас действительно возник запрос на о том, как непосредственно реализовать свою идею. Я приглашаю на сцену Харченко Дарью, руководителя направления дистанционного обучения Академии наставников Сколково, советник по вопросам образования ФРИИ Москва. И микрофон, пожалуйста, будьте добры, Дарья. Дарья, вам слово. Да, рада вас приветствовать. Я надеюсь, что я вас немножечко тоже так взбодрю сейчас. В своем небольшом коротком питче. Во-первых, я хочу немножечко как-то поблагодарить предыдущих коллег, которые рассказывали здесь очень интересные вещи. И получилось так, что мы так сверху с каких-то государственных вопросов перешли к конкретным шагам. И я надеюсь, что я все-таки как бы инструмента прям полностью вам не дам, но какую-то удочку закину для того, чтобы понять, как вообще можно быстро свой бизнес-идею проверить. У меня к вам такой вопрос. Вот коллега передо мной спрашивал, кто тут есть бизнесмен, а я хочу спросить. Есть люди, которые хотят свой бизнес. Вот у вас еще нет ничего, но вы хотите, чтобы у вас появился свой бизнес. Поднимите руки. О, отлично. Я смотрю, у вас тут большинство. А теперь вопрос ко всем. Как вы считаете, что важнее, деньги в бизнесе или идея? Кто считает, что деньги? Да ладно, вы что вообще? Нетипичная аудитория. Нетипичная аудитория. А кто считает, что идея? А теперь у меня для вас такая новость, что на самом деле не то и не другое. А что именно, я расскажу дальше. Ну здесь я слайдик пропущу, тут меня в принципе представили. А прежде чем я начну рассказывать, буквально пару слов. С 2016 года, в принципе, я во Фри делаю программы для стартапов вместе с коллегами. А Фри – это фонд развития интернет-инициатив, самый активный венчурный фонд в Европе. Вложил в более 500 стартапов деньги и создал довольно много образовательных проектов, в котором 50 тысяч человек поучаствовали. Это я так, для весомости, следующих слов. И, собственно, очень часто к нам приходят проекты со своими идеями. И почему идеи на самом деле ничего не стоят? Потому что у нас даже есть топ-10 лучших идей, ну лучшие в кавычки, которые к нам приходят. И в принципе, это не важно, что вы придумывали на старте, главное, что вы делаете дальше. Очень часто получается вот так. Я не знаю, там видно или нет. Это, кстати, не в Казани картинка сделана. Это, мне кажется, важный аргумент. Да, она стандартная очень. А, это просто я во дворе, да. Это я вышла во дворе и сфотографировала вот эту историю. О чем эта картинка? О том, что на самом деле у нас есть некоторая идея, и мы за ней идем. Мы выкладываем некоторую дорожку к светлому будущему, а люди у нас все ходят несколько другой тропой. Вот если вы бизнесмен и не слушаете своего клиента, то на самом деле вы дорожку не сможете такую выложить, то есть вы, скорее всего, потеряете деньги. Самое главное и первое правило, как быстро проверить свою идею, это пойти к клиенту и у него спросить. Но спрашивать нужно очень правильно. Я, наверное, назову три пункта, но остановлюсь больше на первом. Первое. Помните, что идея – это галлюцинация. Вы ее придумали, и вы радостно с ней бегаете. Но пока вы не проверяете ее на своем клиенте, в принципе, это бесполезная история. Второй момент. Работайте всегда с кем-то, кто вас поддерживает, и с кем вы можете обсудить и договориться очень быстро. Одному довольно тяжело. И третье. Чем больше вы проверяете гипотез, тем лучше для вас. То есть на самом деле, чем больше вы совершаете действий, и даже если вы ошибаетесь, ничего страшного в этом нет, это наоборот. Ошибка – это всегда то, что вас продвигает вперед. Вот здесь сейчас очень много предпринимателей сидит на первом ряду, и вы можете с ними со всеми поговорить, и узнаете интересную вещь, что наверняка у них были в своей жизни довольно… ну, то есть разные провалы, и они просто умели идти вперед. В фонде мы очень пропагандируем подход к клиенту, такой клиент-ориентированный, который на Западе называется Customer Development. На русский мы его никаким образом не переводим, а вводим именно это понятие. И суть его заключается в том, что прежде чем идти с идеи, вы идете и спрашиваете все у клиента, тем самым на самом деле экономите деньги. Что нужно спрашивать? Первое, нужно выяснить, а есть ли у клиента, которому вы идете, проблема, и как он уже решает ее. То есть, например, вы придумали свою идею, вы в нее очень сильно влюбились. Чем дольше вы с ней сидите, тем больше вы ее любите, тем больше она у вас становится в размерах и так далее. Нужно пойти и узнать на самом деле, как все работает без вас. И без того, чтобы людей толкать на ответы, которые вы ждете. То есть, вы спрашиваете не окупите ли вы у нас приложение, там, не знаю, какое-то, да, там, кулинарной книги или еще чего-то, а спрашиваете, как человек решает эту проблему сейчас, потому что, возможно, он вообще даже не думал о приложении, не думал ничего покупать, а использует в бабушке старую книжку, в которой записаны любимые рецепты. Второй этап – это проверка и создание минимально жизнеспособного продукта. На нем, если вы позвольте, остановлюсь чуть-чуть подробнее. Кто-нибудь слышал, что такое минимально жизнеспособный продукт? Программисты, небось, да? Нет? Да. Ну, программисты обычно, они в этот момент всегда приносят какую-нибудь ерунду, которая не работает, и говорят, минимально жизнеспособный продукт. На самом деле, минимально жизнеспособный продукт – это продукт, который вы делаете минимальными средствами, но самое главное, и вот эту вот штуку нельзя терять, проверяете, насколько клиенту нравится то, что вы делаете, насколько вы можете решить его проблему. То, что вы делаете, можете ли вы ему помочь и как. И после того, как вы это сделаете, обязательно нужно с клиентом поговорить и узнать, действительно ли он получил некоторое решение, которое ему хотелось, или он получил что-то другое, или вообще ничего не получил. Мне кажется, что сейчас чуть-чуть так абстрактно, да? То есть все сидят, думают, ну, конечно, вот если бы у меня было 5 миллионов, то я бы быстренько бы сделал какой-нибудь минимальный жизнеспособный продукт, и вообще у меня все получилось хорошо. По моему личному опыту, я просто тоже работала в стартапе, и по опыту других стартапов, самое ужасное, что со стартапом может случиться, это он получает деньги раньше, чем он может. Раньше это, чем он может, это когда вы получаете деньги, когда у вас еще нету минимально жизнеспособного продукта, а есть некоторые идеи, и вы радостно снимаете большой офис и покупаете себе макбуки. По поводу минимально жизнеспособного продукта, хочу вам рассказать один пример. Есть несколько типов, вот здесь они указаны, ручной, питч МВП и минимальный технологический продукт. Есть компания Запас. Компания Запас – это компания самая крупная, которая продает обувь по всему миру, и в свое время Амазон, это тоже один из крупнейших магазинов, купил эту компанию за полтора миллиарда долларов. И, естественно, компания Запас, когда появилась на свет, она была не единственной магазином обуви. И вообще, как бы, в принципе, уже интернет-магазины существовали, но только ей удалось так вырасти. И мне очень нравится история, с которой эта компания началась. Я считаю, что ее очень хорошо нужно помнить, особенно, когда ты пытаешься что-то делать, и кажется, что ни на что не хватает денег и так далее. Кто-нибудь знает, как они начали? Вот первый опыт. Хочу его немножечко рассказать. Первый опыт был в компании следующий. Они решили, что людям сильно неудобно покупать обувь в интернете. Поэтому они взяли и поставили гипотезу, которую сформулировали следующим образом. А будут ли люди платить за обувь чуть дороже, если они смогут покупать эту обувь, и доставка будет за 24 часа, и они смогут ее померить и вернуть? То есть готовы ли люди платить за такой сервис? И этот человек, который продал бизнес за такие большие деньги, он знаете, что сделал? Он пошел в соседний магазин и договорился с этим магазином о том, что он будет у них брать обувь и продавать ее. Он сделал одностраничный сайт, лендинг, и настроил рекламу вокруг своего района, чтобы ему было удобно доставлять. Ему важно было проверить конкретно эту гипотезу. И дальше он получал заказ, он заходил в магазин, он брал необходимую обувь, он ехал с этой обувью в клиенту, смотрел, как процесс доставки устроен, что клиенту не нравится, что он конкретно ему говорит, а не сидел там в своем бизнес-офисе и разрабатывал план захвата мира. Он смотрел на конкретного клиента и в него внимательно слушал. И именно это внимание позволило построить ему такой большой бизнес. И он как бы на первом шаге сколько рублей вложил? Кто внимательно слушал? Ноль. И самое главное, что для любого предпринимателя самое важное – это вот эта изобретательность. То есть на самом деле предпринимательство – это когда вы можете придумывать нестандартное решение. И более того, у меня для вас, не знаю, это плохие новости или хорошие новости. Но вот я так понимаю, что здесь довольно много студентов. Это значит, что до пенсии вам очень далеко. А это значит, что в эпоху, когда у нас в принципе сейчас алгоритмы захватывают мир и вся вот эта рутинная работа, она уходит к ним. То есть мы многие процессы уже сейчас, нажав кнопку, выполняем. Соответственно, нестандартное мышление, нестандартные приемы, даже если вы не станете предпринимателями в полноценном смысле этого слова и не откройте большой бизнес, и не будете ходить, не знаю, на встречи с губернаторами, обсуждая благоустройство региона, а будете работать на предприятии, то, скорее всего, эти навыки вам пригодятся. И более того, хорошая новость, что вполне вы можете начать прямо сейчас, просто оглядитесь вокруг и подумайте, что вы можете сделать прямо сейчас. И у меня, наверное, последний примерчик, да? Вы мне по времени как-то сигнализируете. Все, да, надо уже сворачивать. Ну, давайте я последний пример расскажу. Вот здесь, кстати, примеры, можете потом просто погуглить, тут и наши компании, и не наши. Ну, допустим, есть элементы такие, что иногда вы придумали идею, вам разрабатывать ее очень долго и дорого, но вы точно знаете, как. Что делать? Тогда вы вначале ее продаете, а потом уже все сделаете. Но только, естественно, если вы ее продаете, то вы должны нести за это ответственность. Например, компания Dropbox сделала ровно так. Она вначале показала систему, как можно хранить файлы на компьютере и каким образом эта вся история будет работать в сети и как у вас файлы дублируются и в сеть, и к себе на компьютер, записала видео, посмотрела, сколько людей возьмет эту идею. И когда увидела, что за два дня набралось 75 тысяч желающих, которые были готовы воспользоваться этим сервисом, они решили, что да, наверное, имеет смысл вообще эту историю запрограммировать. Но важный фактор, что они, конечно, знали, как это сделать. Ну, в общем, тогда, наверное, у меня все. Я хочу вам пожелать того, чтобы вы не боялись идти вперед. Знаете, что вам все будут говорить, что у вас там что-то не получится, а когда получится, все будут говорить, ну я же говорил, что ты молодец. Вот. Ничего не бойтесь. Знаете, что бизнес, он лежит прямо у вас где-то здесь. Просто будьте чуть-чуть внимательны, и у вас все получится. Всем спасибо. Дарья, спасибо большое. Вопросы возникли у зала? Так, нет вопросов. Дарья, у меня есть вопрос, да, не могу не задать, пользуясь случаем. Когда вы говорите про то, что с минимальными усилиями, с минимальными вложениями оттестируют идею, то вот такой инструмент, как дизайн мышления, да, с его прототипированием, вот этой сервисностью, да, то есть это в помощь предпринимать? Конечно. То, что я рассказываю, это взято, в принципе, это теория линд-стартапа и кастомер-девелопмент, которые пришли программисты. А дизайн-тынкинг, дизайн-мышление, это все то же самое, но только к этой истории пришли дизайнеры. И, соответственно, они просто сошлись в точке, где вдруг они все поняли, что все, что мы делаем вообще, вот мы говорили тут социальное предпринимательство и так далее, мы на самом деле делаем для людей. Ну и хорошо бы как бы вокруг них и плясать, и смотреть, как конкретный человек, не моя галлюцинация о нем, а как конкретный человек взаимодействует с моей идеей, с моим прототипом и так далее. Просто это иногда очень больно, видеть, как твоя идея рассыпается об реальность. Краш-тест, честный вид. Дарья, спасибо большое. Да, я думаю, аплодисментов заслуживает выступление Дарья. И теперь я на сцену приглашаю наших участников, которые готовы поделиться своим успехом. Итак, встречаем. Аксенов Илья, член гильдии маркетологов России, наставник и спикер проекта «Фабрика предпринимательства». Полосин Дмитрий, руководитель музея «Чак-чак», его сегодня уже анонсировали, предприниматель, расскажет о том, как развилась идея своего проекта. Зарипов Рустем с проектом «Папа тут». Непосредственно также встречаем его. Красавин Сергей, руководитель общества с ограниченной ответственностью «Евроакцент САБА». И Хамедулина Ильдус, предприниматель, проект «Технология массового питания». Прошу любить и жаловать. Встречаем наших участников на сцене. Ну и прежде чем мы перейдем непосредственно к обсуждению проекта каждого, хотелось бы задать вопрос. То есть коллеги в режиме таком свободном, рядом с вами находится микрофон, и каждый может отвечать на вопросы. Поделитесь, пожалуйста, с аудиторией, с нами. То есть о, скажем так, избитая такая фраза «Секрет успеха». Но все же, вот где-то точка отправная, точка стартового такого крючка, пуска о том, когда вы понимаете, да, это мое, и это нужно тестить, либо это нужно уже воплощать, реализовывать и так далее. Кто может поделиться своим опытом? Давайте, микрофон рядом. Хорошо. Раз. Да, слышно. Да, я, наверное, все-таки встану. Всем добрый день, или уже вечер. Скажите, пожалуйста, вообще кто-нибудь был или слышал вообще название музея Чак-Чака? Ну так, ну классно. На самом деле потому, что когда мы задумывали наш бизнес и рассчитывали на то, что будет 50% приезжих гостей и 50% это местных, в результате получилось так, что это было 95% и остается это все-таки приезжие гости и местных привлекают именно эти же гости, которые тащат буквально за руку. Там вы знаете, что у нас в городе есть музей Чак-Чака. Так вот, возвращаясь к этому вопросу, наверное, все, что сказала Дарья, я могу повторить и умножить на два раза, но слушайте свое сердце, слушайте себя, слушайте, наверное, только себя порой, потому что когда мы задумывали музей Чак-Чака и ходили с этой идеей по государственным органам, по банкам, потому что мы тоже начали свой бизнес абсолютно с нуля, не имея ни копейки за душой, не имея ничего, но мы носились с этой идеей. Даже наши родственники говорили, ребята, какой музей? На что вы будете жить? И когда мы обращались к нашим друзьям-бизнесменам и говорили, что у нас такая есть классная идея, они говорили, ну классно музей, и до сих пор тоже говорят, что классно, у вас музей, а чем вы живете, чем вы зарабатываете? Но на самом деле мы стояли на своем, мы то, что задумывали, просто методически реализовывали. Это огромная синергия наших друзей, наших партнеров, это именно дружба, это синергия во всех этих смыслах слова, что есть люди такие же, как и вы, которые хотят что-то начать, но из другой какой-то области, может быть из области маркетинга, каких-то других продаж, и вы можете что-то делать, сообщая, начинать, потому что это та компания, которая нам разработала всю айдентику, фирменный стиль, сейчас очень крупная компания, и они стоят очень дорого, а начинали мы практически вместе. Вот, поэтому слушайте себя, любите себя, то дело, которое вы хотите начать. Я, наверное, ответила? Да, спасибо. Илья, может быть, такой мостик к вам, да, непосредственно, потому что прозвучало очень активно, о том, что нужно продвижение, нужно думать о том, какой рынок, да, то есть вы как представитель маркетинговического сообщества. Я первый свой бизнес открыли мы с одноклассником, я учился на втором курсе финансо-экономического института, вот в этом здании, где мы были. Это был 1998 год. Вот люди постарше помнят, что этот год был потрясающий, на потрясение трясло всех, но это был тот год, когда мы летом это все заделали. Что это такое было? Мы с одноклассником, его зовут Женя, мечтали открыть свой собственный ночной клуб. Мы были молодыми людьми, нам хотелось внимания, нахватилось счастье, радости, внимания окружающих людей. Клуб у нас не получилось открыть, поэтому мы открыли музыкальный магазин, там, где продавались компакт-диски, когда еще такая история была. Магазин назвали очень красиво, музыкальный магазин, место, очень креативно, очень долго думали, у нас было два варианта, либо место, либо 4 дюйма. 4 дюйма мы не смогли ни к чему прикрутить, поскольку компакт-диск, он был 10 сантиметров, это, ну, ни туда, ни сюда. И вот такое было название. Наша идея впервые же потерпела крах. Мы хотели конкурировать со всеми остальными широтой ассортимента. Мы купили Алл Борисовну Пугачеву, Киркорова и кучу-кучу всего остального. Но очень, видимо, как-то видим молодых людей, которые стояли за прилавкой. Я стоял за кассовым аппаратом, ну, не все время, потому что еще бегал на учебу. Она была, ну, все-все-все разрушилось. Люди, которые к нам приходили, они были молодые, ну, наши сверстники. Они хотели видеть какие-то современные стили, джангл, драмбейс, тогда еще только-только начали появляться. И совсем не Пугачеву. Нам пришлось просто-напросто взять и, ну, слить все эти компакт-диски, черт знает куда, распродать их, раздать, подарить. Мы их раздавали всем, как рекламную продукцию. И очень сильно видоизмениться. Вот в моем понимании, вот коллега из Фри, это тоже фактически вам озвучила, очень важно иметь возможность и убежденность, что нужно меняться. Быть не такими, как вы изначально задумывали. И успех именно в том, что ты чувствуешь, когда нужно меняться. А в этом вам подскажут только лишь ваши клиенты. Мы это поняли, мы это увидели, и мы дожили до того момента, когда ночные клубы, а мы мечтали о своем ночном клубе, они начали проводить вечеринки в честь нашего магазина. Это было очень круто. Илья, клуб получился открыть? Нет, ибо незачем. Уже все, да? А поделитесь тогда опытом своим, что вы заявили, что реклама – это двигатель по торговле, но вы точно знаете, как можно на этом сэкономить. Да, на этом очень легко можно сэкономить, но только при соблюдении определенных условий. Мы с друзьями проанализировали, я имею в виду друзьями из рекламной индустрии, я знаю практически всех взрослых, это надо сказать, рекламщиков, все именитые рекламные агентства. Мы очень много времени обсуждали те основные участки, где возникают проблемы. Там, где рекламодатель, помогая ему придумать свою рекламу, видим, что если он это сделает, он точно свои деньги потеряет. И мы определили себя пять проблемных участков. Если там сделать все хорошо, то вы точно не потеряете деньги, минимум сэкономите. Первое – это целевая аудитория. Вообще, очень многие бизнесмены, несмотря на то, что об этом все говорят, нужно знать своего клиента в лицо, они сильно не заморачиваются. Они слишком влюблены в свою идею, в свой продукт, и не отслеживают, кто он такой, их клиент. Самый простой способ не наколоться, это пойти к конкуренту и посмотреть, а кто у него покупает. Собственно говоря, это самый легкий пример, как увидеть своего будущего клиента. Участок второй, где большая-большая проблема. Это так называемое ценностное предложение. Мало кто понимает, почему у него будут покупать сегодня или почему у него уже сейчас покупают, если это действующий бизнес. Есть технологии, позволяющие очень серьезно и доступным языком научиться объяснять это сначала собственному персоналу, а потом еще и сотрудники отдела продаж будут это объяснять и вашим клиентам, будущим клиентам. Участок номер третий. Это зона, где происходит взаимодействие между компанией, продавцом и потребителем. В современной литературе это чаще всего называют точки контакта или рекламной механики. Очень часто бизнесмены механически копируют идеи, которые есть. У кого-то они подсмотрели, прочитали какие-то серьезные кейсы, посмотрели кучу рекламных роликов с Каннских львов либо еще что-нибудь в этом роде и начинают это копировать, совершенно упуская о том, что исходный базис у бизнесов разный. И, например, то, что подходит рекламному, ну, например, банку в Москве совершенно не подойдет банку в Казани. Совершенно другой менталитет, другой исходные данные и капитал совершенно разный у банков. Клиентура, соответственно, тоже. Четвертый участок это непонимание, как можно и нужно планировать рекламную деятельность в рамках всего года. Самый распространенный способ начать рекламу это как только вы ее подготовили. Мы так очень сильно носимся, мучаемся, стараемся над рекламными роликами и с рекламными сообщениями. Как только они у нас готовы, мы начинаем сразу их транслировать где-нибудь. Хотя мы упустили момент, елку же 1 января никто не идет покупать. Вот я примерно об этом сейчас и говорю. Иногда очень важно вовремя успеть начать рекламную кампанию. но если вы упустили момент, лучше уже подождать и денег сэкономить. И конечно же пятый участок никто из бизнесменов не старается продумать механизм контроля рекламщиков. Не бывает успеха, когда ваш подрядчик делает то, что хочет. Чудес не ждите, такого не будет наверное еще очень-очень долго. Да нигде такого не бывает. Единственное решение, которое есть, это использовать всегда контракты и договора, которые понятные, прозрачные и несут жесткие и справедливые, что самое главное, санкции для рекламных подрядчиков. Вот это наверное пять основных участков, которые мне хотелось бы озвучить. Илья, тогда такой вопрос, да? А если мы говорим о каких-то точках контроля, то вот если я начинающий предприниматель, вот я только замыслил и вот у меня первая стадия действия, что посоветуете? С помощью каких инструментов можно отслеживать эффективность своего подрядчика, который продвигает мою продукцию? Лучший способ контроля подрядчика или вообще даже теория контроля это рядышком с объектом, который нужно контролировать, поставить своего контролера. То есть быть включенным в весь рекламный процесс. Очень часто рекламодатели само исключаются из всего процесса. Ну мы же отдали ему денег, он пускай он все сделает, а мы дальше будем плоды пожинать. Вот в большинстве случаев это очень справедливо на самом-то деле именно для малого и микробизнеса. Крупный бизнес он уже профессионально этим умеет заниматься, я имею в виду контролем. Изначально, собственно говоря, там даже и рекламное агентство, не каждая пойдет обслуживать, например, компанию Мегафон, МТС. Некоторые задрефят просто, потому что очень серьезные репутационные последствия могут быть, если облажаешься. С малым же бизнесом ай, ладно, денег дал, на карточку перечислил и все нормально будет. Самое главное не отстраняться. Это раз. Во-вторых, это увы и ах, потратить 2000 рублей на разработку договора. Юристы примерно столько в Казани берут за разработку хорошего, нормального договора. Если вы его сделаете для себя, вы потом друзьям этот договор можете отдать, сэкономите, еще может заработаете на них. То есть можно еще перепродать его, да? Конечно. По более дешевле цене. Такой совет начинающий. Илья, спасибо большое. И Сергей, наверное, вам тоже есть чем поделиться. Что с вашей точки зрения успех, и вот у вас интригующее название, которое вы заявили, не повторяйте это дома, в съемках участвуют профессионалы. Несколько слов. Попросили как-то назвать свое выступление. Во-первых, что пришло в голову, поскольку в аудитории будет молодежь, и любой совет, который сейчас здесь прозвучит, надо немножко осторожно и ответственно относиться к тому, что будет сказано, потому что вдруг кто-то решит повторить историю успеха, в кавычках, вдруг поломает. На самом деле, меня попросил профессор университета, мой наставник, Несамансурн Мингазова, поучаствовать в форуме. Я с удовольствием откликнулся, потому что был такой древний китайец, как Конфуция, он сказал, каждый, кого ты встречаешь на своем пути, это твой учитель. И в первую очередь пришел, потому что не что-то рассказать, а пообщаться, послушать. Действительно, очень много интересных вещей уже услышал. И про себя коротко расскажу. В 2004 году меня уволили с прежнего места работа с программировкой за то, что самый умный. Ничего не оставалось делать, как открыть свое дело и начали заниматься. Вот она действительно точка невозврата, да? Ну да, а куда-то у вас пришлось. Огромное количество вопросов было, но самое главное, что команда, которая сформировалась на прежнем месте работы, она ушла вместе со мной, это было как базой, базой, опорой. того, что... А дальше каждый год прирост, 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 прирост. В 2010 году открыли производство в САБАх, поэтому название компании Евраксон САБА. Поскольку занимались водопроводным оборудованием и системами очистки воды, системами очистки источников, то есть экологическая тема, постепенно начали подтягиваться большие клиенты, такие как мясная промышленность, нефтяная промышленность и так далее. Самое интересное, как только появились большие заказы, сразу звездная болезнь охватила. Мы все можем, мы все умеем. И получилось так, что до 2017 года у нас практически не было отдела продаж. И я задал вопрос, зачем нам нужно, если так все нормально, все идет, и то не успеваем. И тем не менее стали появляться пробелы между большими заказами, которые необходимо было заполнять. А компания к тому моменту насчитывала уже более 50 человек. И поскольку в моменты пробелов между заказами необходимо платить налоги, коммуналку, зарплату, ну и так далее. Зарплату платим белую, это финансисты, по-моему, все знают, сколько процентов налогов уходит с белой зарплатой. Ну это кошмар. Нормальные люди не знают, сколько налогов платят предприниматели с зарплатой. Да, кстати, я сейчас маленькое объявление сделаю. Поскольку любая компания состоит из нескольких отделов, абсолютно любая, ну если это магазин, то склад, кассир, еще что-то, если это более серьезно, там экспедитор, доставщик, если это что-то связано с наукой или с производством, то тут и сервисы, и стройка, и так далее. И огромное количество объектов, в том числе бухгалтерии. Поскольку здесь находятся финансисты, у меня такой вопрос, я хочу проверить, ну даже не то, что проверить, как это называется, сделать проверку своей бухгалтерии. Аудит. Аудит бухгалтерии и возможно со временем перейти, чтобы в компании появилась новая кровь, я обязательно оставлю визиточки своей организаторам. То есть если появится желание, приходите, побеседуем, пообщаемся. КФУ, я так понимаю, это как раз место сосредоточения бухгалтерии. Так вот, поскольку большие объекты стали иметь между собой промежутки, которые надо было исполнять деньгами, было принято решение открыть производство локальное демкостей, насосных станций, локальных очистных сооружений, водоподготовки и так далее. С 2010 года это успешно работает, набираются обороты. За последние три года долг мой личный вырос до 37 миллионов, количество сотрудников увеличилось до 75 человек, обороты выросли за последние три года, каждый год удваивались. То есть оно ни хорошо, ни плохо. То насколько это вам устраивает такое? Вот как секунду, вот как только Дарья сказала, если кто-то думает, что хорошо бы заняться бизнесом, вот мне пять миллионов, я бы тут раскрутился. Дело в том, что я поспорю с Дарьей, процесс любой, он рассматривается в динамике. Вот если я сижу здесь за столом, у меня два стакана воды и бутылка, два стакана пустых и бутылка, ну у меня одно мышление, как только на столе появится пять миллионов, ни о каком бизнесе я думать не буду. Я сразу пойду в автосалон и буду смотреть, какой автомобиль там появился. Нафиг мне нужен этот бизнес? Вот не будет такого. Ребята, как только вы начнете заниматься бизнесом, любым, абсолютно любым, с потолка, что возьмите, хоть пищевой, хоть промышленный, хоть, я не знаю, для народа табуретки делать, там еще что-то такое, появится динамика и в процессе работы появятся такие мысли, такие возможности, о которых вы даже пока не начали, пока на столе не появится пять миллионов, у вас даже мысли не появятся. куда их потратить и так далее. Ничего бояться не надо, надо начинать, надо пробовать, хуже не будет. Да, я сказал, долг 37 миллионов, это не страшно, на самом деле нормально, это у них пускай голова болит. Спасибо. Сергей, спасибо большое, действительно вдохновляюще. Уволиться с работы, два пустых стакана на столе, которые должны сгенерировать долг 37 миллионов, и это не страшно, потому что в дальнейшем будет больше со знаком плюс. Спасибо большое за ваш опыт. Ну и теперь я хотела бы, чтобы поделились своим успехом. Рустем непосредственно с точки зрения своего проекта «Папа тут», потому что вы, наверное, как никто другой, находитесь в тесном взаимодействии с городом, потому что если задача накормить, развлечь или что-то еще с точки зрения горожанина, то каковы ваши мысли и каковы ваши советы? Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Рустем. Весь день сижу, решил встать, честно говоря. Смотрите, дело в том, что я предприниматель сферы заведения общественного питания, то есть резидентарного бизнеса. Наверняка здесь будет много и студентов, которые присматриваются к этому рынку, и уже, наверное, есть действующие предприниматели, которые уже варятся в этой сфере. Отношение к общественному питанию у меня сформировалось в студенческие годы, когда я устроился в Макдональдс. Я проработал на кухне и вырос до завсклада, грубо говоря. За полтора года приобрел очень хороший, ценный опыт, который мне пригодился в дальнейшем. Пройдя огромный путь работы по найму в банках и в прочих-прочих сферах, я решил вернуться в эту сферу и своим родным братом организовал кейтеринговую службу здесь, в городе Казани, которая до сих пор действует. Потом мы перешли в консалтинг, мы начали бизнесменам, предпринимателям помогать открывать свои личные какие-то заведения общественного питания. В дальнейшем переросло это в то, что консалтинг нас стал не устраивать в каком плане, потому что в основном люди, когда имеют большое количество денег, они просят, чтобы им решили просто задачу, открыли кафе и все. А управлять зачастую этим заведением крайне сложно. Я вам как действующий практик откровенно скажу, любой формат, любой концепт заведения на сегодняшний день можно легко открыть. Подсовщики оборудования, продукты питания, все есть сейчас на рынке. Крайне сложно управлять этим бизнесом и тем более, как правильно сказали, более трех лет. И когда мы начали разбирать, а почему такая ситуация складывается, мы поняли, что эти бизнесмены они нанимают просто конкретных например, шеф-повар, дизайнер, архитектора, который решает им задачу, оставляет и уходит. А зачастую люди, которые открывают бизнесмены эти рестораны, они не умеют управлять этим заведением. И мы осознали такую простую истину, что необходимо разработать, не то что разработать, создать некоторое объединение, команду экспертов и практиков предпринимателей в городе Казани, которые начнут разрабатывать концепты этих заведений с точки зрения не просто заведения открыть, а также, чтобы их можно было масштабировать. Например, по бизнес-модели франчайзинга. И нам удалось это сделать, вот вы уже здесь видели, там был слайд, где мы собрали практиков именно дизайнеров, архитекторов, шиповаров, хороших, профессионалов своего дела. И мы разработали за полтора года, за два года где-то мы разработали один проект, называется «Папа тут». Этот проект создан экспертами этого дела. И на сегодняшний день мы переживаем тот этап, когда мы ищем своего инвестора, партнера, который будет с нами открывать эти заведения и масштабировать. Вкратце скажу, что «Папа тут» это сеть заведений, примерно мы посчитали, что около семи заведений надо открывать в городе Казани. И в дальнейшем уже масштабироваться по мере интереса самих инвесторов. Смотрите, я вам такую вещь скажу, то, что в сфере общепита надо ориентироваться, если вы хотите открыть действительно успешный бизнес в ресторанном бизнесе, если хотите открыть какую-то прибыльную нишу интересную, вам всегда надо ориентироваться на два фактора. Первое, конечно же, на тренд, а тренд на сегодняшний день, вот я недавно был в Хорико Казан, это на конференции, приехали ребята, рестораторы из Москвы, из-за рубежа, и они все говорят, что весь мир идет по какому тренду? Здоровое питание, во-первых, во-вторых, это вы должны ориентироваться на региональный продукт, то есть большинство поставщиков, которые сейчас в ресторан поставляют свой продукт, из чего вам должны делать блюда, это зарубежные, мэтр Кашинкери и прочие поставщики, а наш же проект ориентирован на локальных региональных фермеров, то есть это предоставляет нам возможность получать в течение года по самым низким ценам те или иные ингредиенты и тем самым делать более привлекательной ценой очень хорошего качества меню, привлекать именно людей, которые хотят именно здорового питания. В-третьих, мы в этом проекте хотели бы показать ценность того, что, понимаете, вот мы так как в этой сфере варимся, мы видим, что потребительский рынок, вот это наша целевая аудитория, она постоянно меняется и мы постоянно отслеживаем эту тенденцию в каком плане. На самом деле, сегодня уже начали говорить о хороших тенденциях, о плохих тенденциях, на самом деле есть определенные тенденции, это, например, здоровое питание в каком плане. Я знаю, что есть понятие ПП, правильное питание, многие девушки сейчас мне скажут диеты, дюкана и прочее, прочее, но есть общее такое понятие, как здоровое питание, это что? С каждым днем увеличивается у нас количество заказчиков, которые требуют либо викторианской, либо безглютена, либо безлактозы. Есть определенные медицинские показания, которые, на самом деле, уже очень сложно обходить стороной. И многие заведения сейчас обязаны следовать этой тенденции и переходить на какие-то альтернативные способы замещения тех ингредиентов, которые привозятся из-за рубежа. И наш этот проект «Папа тут», он как раз основан на том, чтобы удовлетворить потребности этих людей, которые именно ищут для своих детей, для себя именно тот продукт нормальной еды, который поможет им жить, питаться каждый день без ущерба своему здоровью. Я понимаю, здесь студенты, пицца, роллы и прочее, это на самом деле отлично. Мне сейчас 36 лет, и я на самом деле тоже это все перепробовал, но все-таки данность есть данность, и надо понимать, здоровье, оно имеет определенные границы. И поэтому я вас всех призываю к тому, чтобы вы не злоупотребляли вот тем временем, которое у вас есть, а именно питались здоровой пищей. Именно все-таки обращали внимание именно те заведения, в которых вы питаетесь, и вам после этого, как говорится, хочется туда возвращаться, потому что вы чувствуете себя легко, и, как говорится, здорово, здорово. Вот. И я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем реализовать этот проект в городе Казани, и порадовать вас. Спасибо за выступление. Рустем, скажите, пожалуйста, а с точки зрения взаимодействия, да, то есть с городом, то есть город Казань, то есть огромный выбор различных точек питания, да, вот где-то уверенность, что именно такой проект нужен городу, что он полетит, да, и у меня все успешно получится, потому что в таком высококонкурентном рынке, наверное, не каждый решится. Что ключевым является для вас? Вы знаете, на сегодняшний день многие говорят локации, 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 но это мое личное мнение, потому что вот Илья и другие ребята более профессиональны, да, в маркетинговом плане, на сегодняшний день я считаю, что локация это не самая-то основная, да, это очень большое играет значение в успешности вашего бизнеса, в ресторанного, но более глубокое изучение целевой аудитории и все-таки ориентация на трафик тех или иных участков города Казани, кстати, вот эта ментальная карта мне очень понравилась, это эмоциональная, с точки зрения для выбора точного расположения вашей локации, то есть вы в первую очередь, если хотите открыть какой-то ресторан, изучайте трафики, там где больше всего трафик, значит там больше всего людям не хватает времени, а тем самым люди хотят быстрее зайти, перекусить и выйти, и у вас, грубо говоря, просто по точности очень будет высокой клиентов, я поэтому считаю, что вот именно та отправная точка, от которой должен человек, предприниматель, который хочет открыть свое заведение, он должен обращать внимание на трафик клиентов, цель в аудитории может быть разной, опять-таки я сейчас просто общие слова какие-то говорю, но вы должны всегда ориентироваться на людей, я откровенно скажу, недавно я оказался, ну как недавно, три недели назад я оказался в одном заведении общественного питания в городе Казани, в Кировском районе, да? Как точно. Да, и надо сказать, этот район очень интересен, но там нет трафика, такого трафика, как в центре, его нет. То есть есть запросы, но на самом деле хочется, интересно, но понимаете, в чем дело, если вы начинаете этот бизнес, а ресторан бизнес, он очень непростой, если вы его начинаете и вы хотите, чтобы прям у вас клиенты прям побежали, прям трафик, 400, 500 человек к вам заходило, покупало что-то, и у вас нет лишних денег, то, наверное, Кировский район это не для вас может оказаться, но в любом случае можно, но я к чему говорю, потому что я был в одном заведении, где около трех часов времени мы, наверное, провели и 80% было зала пусто. И надо сказать, что, наверное, нужно время. Как долго человек продержится, очень сложно сказать. Поэтому вы должны все-таки думать, размышлять, но я все-таки призываю для тех людей, которые хотят идти в ресторанный бизнес, обратить внимание на трафик. Идти, просто стоять в том месте, где больше всего люди ходят и изучать эту целевую аудиторию. На самом деле других способов, я не знаю, какие есть, я большинство заведений, которым мы помогали открывать, мы так и делали, просто приходили, сидели часами, наблюдали за людьми. Это самый такой проверенный метод часами, который вас точно не подведет. Все, Рустам, спасибо большое. И я бы хотела, чтобы Ильдус тоже поделился своим опытом непосредственно как представитель технологии массового питания. То есть, здесь как уникальная особенность, либо наоборот, стандартизация. Что можете сказать по этому поводу? Всем добрый вечер. Меня зовут Ильдус. Я представляю компанию, проект технологии массового питания. Этот проект был создан наверное уже давно в головах людей. В принципе, в этом зале, в принципе, любой аудитории, наверное, нет людей, которые так или иначе не связаны с общественным питанием. Либо потребители, либо сотрудники, потому что, я смотрю, очень много народу встает. есть хотят. Я вот прям чувствую, прям чак-чак, зож, правильное питание, массовое питание. Я прям чувствую, как внутри прям требуют. Потому что в университете на входе есть. Кофе-брейк прям, да, жду. Кто-то может быть просто, ну я практикующий ресторатор, просто кто-то может на смену пошел просто, если честно, работать. Тоже как раз в пункте. Ну, чей-то вы опыт, да, кто-то из Макдональдса. общественное питание. Действительно, это стакт. Я в ресторанной области уже 13 лет, начинал с официанта, успел поработать в таких проектах, как Евразия, Итле я запускал, Плов, известный всем, Рубаи, вот здесь недалеко, который стоит, проект был. Сейчас занимаюсь проектом Чак-Чак и Мархабана Баумана. Вот, и в принципе, очень много за эти 13 лет я услышал, на практике очень многое сумел разобрать. И вот это как раз-таки проект технологии массового питания, он был направлен на предпринимателей, тех, кто только хочет начать и тех, кто уже работает, в принципе, в этой области. Направлен на то, чтобы помочь этим людям реализовать себя, потому что есть такой мультик Рататуй. Там был такой шеф Гюсто, который говорил, что готовить может каждый. В принципе, при правильном подходе очень многие, я так скажу, могут заниматься рестораном, бизнесом, просто привлекая какие-то дополнительные силы, дополнительные усилия для того, чтобы эти проекты реализовать. Потому что сегодня только у меня был разговор с гостей, она говорит, она приехала с Уфы и говорит, полгода назад мы были в городе и уже какая-то, они вот, какое-то любимое заведение было закрыто. В принципе, за полгода многое происходит. Каждый год открываются новые рестораны, закрываются рестораны, люди себя ищут. Это тренд современности, то есть очень быстрая смена. Ну, да, я согласен с этим, потому что если где-то до 2014 года, до санкций, да, которые были введены, концепции менялись где-то 5 лет, потом стал тренд 3 года менять концепцию, год, сейчас каждые полгода меняется концепция, каждые полгода выходят новые телефоны и вот люди, так как масс-медиа, наверное, соцсети позволяют следить за трендами, люди все больше и больше хотят нового, постоянно хотят каких-то обновлений и людям, ну, как сказать, рестораторам сложно, наверное, угнаться за этой темой, поэтому, как бы, когда все вместе будут работать соединенно с поставщиками, с подрядчиками, между собой будут работать, вот как в Москве есть здоровая конкуренция, всем, наверное, будет легче. Ильдес, а можно такой вопрос, да, вот с точки зрения, вот мир вообще находится под знаком такой персонализации, персонализация образования, персонализированная медицина, да, предиктивная, а вот в питании тоже мы идем к тому, что я прихожу в некий такой marketplace, то есть глобально, то есть любого уровня, да, и под меня индивидуальный какой-то запрос, то есть это реальность или это все-таки далекое будущее, то есть наблюдается такая тенденция? это реальность, как вы сказали, маркетплейс, такие проекты есть уже в Москве и в Петербурге, которые затачиваются конкретно под потребителя, так как сейчас уже мы видим, допустим, вот улицу Баумана взять, профсоюзную, сейчас очень много заведений, которые дают разного рода форматы, и в принципе они рассчитаны почти на каждого, нет такого человека, допустим, даже в городе Казани, который не нашел бы для себя что-то, что-то любимое. Это вот по концепции самого заведения, я имею в виду, что разные люди, заходя в одно и то же заведение, то есть вот заточка под мои индивидуальные запросы, индивидуальные потребности, но если совсем утрировано, как сделай пиццу для себя, она будет индивидуальная, то есть мы привыкли, что выбирать из некого набора меню, а здесь затачивать под себя, то есть технологии развиваются в эту сторону? Такое есть, да, Москва-Петербург уже. Уже есть. Даже есть заведение маркетплейс. Следующее будет сюда двигаться? Казань не знаю, потому что опять-таки мы вот ездили в гастротуру в Москву попробовать, здесь ментальность немножечко другая еще. А в чем особенность поделитесь? Ну смотрите, да вот приведу пример такой, маркетплейс есть в Москве, в районе Нового Арбата, там когда заходит гость, заходит гость, ему выдается карточка, и он в принципе может подойти на салатную станцию, говорит, что ему надо собрать из ингредиентов, также может подойти на суп, собственную станцию, в принципе там все готово уже, горячее блюдо также может сам собрать, кушает и в конце уходит, карточку дает на выходе, там хостусу или кто там стоит, она его рассчитывает. Как бы когда мы приехали в Казань, я думал, что идея очень хорошая, думал, тогда думал, что идея очень хорошая, пока со мной не переключилась такая история, я захожу в заведение, мне говорят, у нас проблема, я говорю, что случилось? пришла гостья, пожилая, взяла с витрины продукт и ушла в туалет, там поела и вышла. То есть такое тоже случается? Да, такое бывает, я такой сижу, думаю, поговорил потом с людьми, посоветовался, Казань говорит, что к этому не готова, то есть по сути эту карточку возьмут и засунут в кресло группу. Здесь это ментальность. Я думаю, в принципе, с учетом того, что у нас очень много молодежи, мы к этому когда-то придем, но вот не в этом году точно. Спасибо. Могу я немножко прокомментировать, дополнить? Да, конечно, Илья. На самом-то деле, очень многие предприниматели, поскольку, опять же, я в рестораны и в кафе время от времени заглядываю, вот эта вот подстройка под индивидуальный запрос, она существует, она происходит в виде экспериментов. Появляются какие-то разделы в меню, какой-то определенный вид блюд, которые фирменными или брендовыми считаются, можно с ними поэкспериментировать, там, вишенки добавить, анчоусы или еще что-нибудь. В пиццериях это очень часто есть. Следующий вариант, различные такие вот лакмусовые бумажки рестораторы используют. Это, например, предзаказы еды, когда реальный ресторан может приготовить все, что угодно, все, что вы хотите. Просто на самом-то деле Татарстан, Казань, они еще пока борются, они, мы еще боремся за то, чтобы был маленький чек. На сегодняшний день индивидуально, чтобы вам приготовили то блюдо, которое вы хотите, будет выливаться в очень высокую цену. Недостаточный объем спроса существует на сегодня для того, чтобы кто-то прям очень ярко пропагандировал это. А это надо, как говорится, подогревать, пропагандировать? Или лучше оставить на естественный такой эволюционный ход? То есть сложится, не сложится вказать. Амбиции предпринимателей, они будут, ну, каждый хочет чем-то выделяться. А чем больше предпринимателей в одной отрасли, ниши работают, тем, опять же, амбиции, уровень амбиции очень серьезный подспорь для некоторых видов бизнеса. Это очень важно. Именно предприниматели будут предопределять, что будет модно, что будет выгодно. Потребителю самому ему хочется кайфа, удобно, чтобы было, недорого, наверное, вкусно, чтобы потом проблем с желудком, с кишечником, пардон, ничего такого не происходило. Чтобы тебя хвалили, очень хорошо от тебя отзывали, чтобы были клевые фоточки в инстаграме. Много всего нам нужно. И только лишь рестораторы будут предопределять, что модно. Так же, как, собственно говоря, и в модельном бизнесе. Все, что касается одежды. Модельеры определяют, что модно будет. Не мы с вами, они нам говорят. Сейчас клево. Но все-таки предложение рождает спрос. И так будет все больше и больше. Конкуренция, избыток производителей просто. То есть, другими словами, ребята, все присутствующие в зале, можно сказать, лозунг. Хочешь быть, идти по тренду, оседлать этот тренд, становись на сторону предложения, и тогда ты будешь этим управлять. Действительно, если подытожить, то что у нас получается? Не бойся ничего. Провал – это точка роста, а не точка падения. Максимально смотри по сторонам вокруг, и действительно, сообщество близких по духу тебе людей поможет тебе выплыть, да, в этом нелегком деле, а зачастую это дело жизни, дело твое очень любимое. Соответственно, бери на себя ответственность, рискуй, но грамотно. Там, где не надо, не трать лишнего, экономь на рекламе. То есть, соответственно, вот основные тренды, которые озвучили сегодня наши гости. Мне кажется, они заслуживают бурных оваций, потому что поделили свои личные истории, а личная история – это всегда больше, чем написано в книге. Но сейчас у вас будет уникальная возможность… Можно чуточку добавить к вашим словам? Сейчас все правильно сказано, все наши… Не забывайте про такую вещь, что у нас есть некие бизнес-модели, которые мы готовы поделиться. То есть мы не каждый сейчас не делает рекламу своего какого-то заведения или еще чего-нибудь, чтобы не было вам так скучно и тому подобное. Во-первых, обращайтесь всегда к нам и не забывайте еще про такую вещь, как делегирование. Зачастую, да, может быть, кто-то прирожденный официант, кто-то прирожденный менеджер своего дела и который готов управлять своим бизнесом и постоянно вести. А есть люди совершенно проектные. Например, зачастую отношусь я к этому и моя супруга, которую мы придумали вместе в музее и дальнейший еще продукт. Мы люди проектные, не забывайте именно делегировать. Знаете, что вы не единственные, у вас есть сотрудники, у вас есть друзья, чтобы вы постоянно свои полномочия отдавали профессионалам. Как говорили сейчас предыдущие ораторы, да, то есть есть профессиональные юристы, которые правильно составят вам договор, есть профессиональный официант, который знает, как правильно принимать гостей и тому подобное. Не нужно разрываться, не нужно не спать и сидеть там всю ночь в телефоне, что-то придумывать. Вы всегда не одни. Это очень здорово. Действительно, можно сказать, что опыт и профессионализм, соответственно, это то, что вам поможет в будущем развиваться. Спасибо большое нашим гостям за то, что поделились своим опытом, но и самое главное, о чем сказал Дмитрий сейчас. Вот буквально через пять минут у вас будет уникальная возможность поделиться и включиться в это сообщество, которое может вам поделиться, с вами поделиться своим опытом. Общайтесь и не упускайте эту возможность, потому что только в процессе взаимодействия, только в процессе грамотно выставленной коммуникации возможен дальнейший рост и будущее. Ну а теперь спасибо большое спикерам. Я прошу вас занять места в зрительном зале. Мы приглашаем, приступаем к важной процедуре сегодняшнего вечера. Я на сцену приглашаю Бурханову Линару, заместителя директора фонда поддержки предпринимателей, руководителя центра «Мой бизнес» для важной церемонии награждения победителей республиканского конкурса «Лучший бизнес-проект города». Линара, добрый день, вам слово, где вам удобнее, около микрофона. Прошу. Добрый день, буду краткой, рада приветствовать всех участников данного форума от лица фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Сегодня наша республика уделяет большое внимание развитию малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». И мы фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан, Министерство экономики сегодня прилагаем массу усилий для того, чтобы малому и среднему бизнесу было комфортно работать, неважно, в городе или в селе, вообще в целом в республике. И я думаю, что, наверное, давайте приступим к награждениям. Итак, в номинации «Лучший образовательный проект для детей» побеждает индивидуальный предприниматель Волик. Прошу на сцену. Проекты Клуба юных предпринимателей «Деловые дети» направлены на развитие у детей и подростков востребованных навыков, необходимых для уверенной самореализации в современных условиях. Предпринимательское мышление, навыки социального взаимодействия и презентации и другие универсальные компетенции позволят осознать свои ингрессы для профессионального самопределения. Победитель индивидуальный предприниматель Спиридонова. Прошу на сцену. Фото. Работа в команде единомышленных номинация «Лучший проект организации общественных пространств» победитель индивидуальный предприниматель Анищенко. Раскроет лидерский потенциал, дадут навыки стратегического поведения, разовьет критическое мышление, выработают здоровый эмоциональный взаимодействие с опытными наставниками-бизнесменами добавит уверенности в себе и сформирует позитивное предпринимательское мышление. Спасибо. И номинация «Бизнес-триумф» победитель «Обчество с ограниченной ответственностью три кроватки». Просим на сцену. Триумф не состоялся. Я верю, что он найдет своего героя. Действительно, это важная характеристика. Ну что, спасибо тем, кто был с нами. Я надеюсь, что все-таки те три секунды осознанности, которые были в начале, у оставшихся, они сохранились. Поэтому, у кого есть силы, я вас приглашаю на кофебрейк, на второй этаж. И, соответственно, кто полон сил, особенно приглашаю тех, кто имеет опыт в своем предпринимательстве действительно прокачать свои компетенции. Сейчас состоится тренинг «Действуй», где вы можете прокачать необходимые для себя компетенции, как софтовые, так и хардовые компетенции. Соответственно, три бизнес-тренера от TeamSoft сейчас будут с нами работать. Всем спасибо. До новых встреч. Желаю, чтобы деятельность, от которой зависит город, максимально была эффективной, а предпринимательство у нас процветало. Спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...